Друзья, ну что, начнем. Давайте десяточки в чат, если нас видно, слышно, нормально. А пургу слышно, как у меня за окном водят в юг? Неа. Нет? Ну хорошо. А то тут ужасно летит. Так, десяточки, отлично, все хорошо. Так, друзья, не включаем свои камеры, микрофоны без разрешения, договорились? Значит, еще раз, сегодня с нами снова живой мужчина, хозяин имени Антон. Давайте, друзья, поприветствуем его восклицательными знаками. Сегодня будем дальше продолжать самообразовываться. Тема наша большая, самоопределение. И эта тема очень важная. Да, восклицательные знаки пошли. Ну что, друзья, слово Антону начнем. Вот смотри, да, продолжая тему, земля плоская или круглая. Я давно эту тему как бы просек. У меня это осознание пришло от слова кругозор. Когда я начал это, как говорится, расширять свой кругозор, я вдруг осознал, что круг-то плоская фигура. И как бы сильно я не расширял свой кругозор, насколько бы я его широким не делал, он все равно станется плоским. Я даже начал прикалываться над другими людьми, говорю, у тебя, говорю, очень широкий кругозор, но он плоский. Почему? Я говорю, потому что круг – это плоская фигура. А, ну да. А как правильно? Не знаю, шар-озор, сфер-озор. Понимаешь? Каждое слово нужно осознавать, которое произносишь. Ну и плюс образное мышление. Ну я не знаю, что рассказывать. Давай прям по тому алгоритму, который мы сегодня записали. Значит, как заполнять протокол или согласие на обработку персональных данных? Кто такой живой? В каких случаях использовать слово «человек»? Стоп, 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 стоп. Давай про протокол сначала. Значит, расскажу случай. Давно, еще два с половиной года назад, мы приходили в травматологию города Сургут, когда мне при первом задержании повредили шею. Мы решили пройти, мало того, что медосвидетельствование через полицию, так еще и сами поехали в травматологию, чтобы это все зафиксировать. Ну там как минимум рентген сделать или еще что-то. Ну в общем там тоже целая история была. Есть видео. Ну нам сразу эти квиточки подсунули. Согласие на обработку персональных данных, согласие на медицинское вмешательство и все остальное. Так мы долго не думая просто взяли крест. Поставили и написали. Запрещаю все, кроме рентгена. И роспись. Тогда мы еще не знали, что такое эндосаммитная надпись, что такое оферта, что такое акцепт и т.д. и т.п. Поэтому поставили просто роспись. И все, и нас обслужили, не вопрос. То же самое произошло полтора года назад, когда я был в городе Екатеринбург. Там, когда прежде чем меня поместить в камеру, привезли в больницу в наручниках. Я попросил снять наручники. Ну мне сняли. И говорят, заполни вот эти квиточки. Нужна справка, чтобы прежде чем тебя поместить в камеру, нужна справка, чтобы идти по здоровью. И надо провести обследование. Я захожу в наручниках в эту больницу. Там сидят 20 или 40 человек, в очереди ждут. Они на меня такими глазами смотрят. Какой-то приехал бородатый, волосатый, да еще в наручниках, под конвоем. Ну, опять же, эти же квиточки подсовывают. Я тоже самое. Раз, крест, и это. Просто роспись ставлю. Запрещаю любое медицинское вмешательство. Все. И с обратной стороны. Также крест, роспись запрещаю. И другую бумажку. То есть согласие на обработку персональных данных и согласие на медицинское вмешательство. Говорю, все, я заполнил. Заходим к доктору. Этот полицейский дает ему. Тот смотрит. Говорит, а что я сделаю? Он все запретил. Говорит, ну выпишем ему хоть какую-то справку. Я, говорит, ничего не могу сделать. Ну, нам нужно хоть что-то выпиши. Он на меня смотрит и говорит, что ты, говорит, здоров? Я говорю, здоров. Жалобы есть? Я говорю, нет. Ну, ладно. Что-то он им там выписал. Вот так вот надо заполнять. То есть проявлять везде и во всем своей воле. А не так, что подсунули бумажку на это. И люди пишут фамилии, имя, отчество. Я гражданин такой-то. Подпись ставят, дату ставят. Мы тут недавно выяснили, что мы так предполагаем, что все вот эти бумажки это на самом деле ценные бумаги. И они все оформляются по принципу Векселя. Я в качестве доказательств могу показать протокол, который последний раз заполнял. Видно, да? Да, да, да. Вот протокол за якобы ложный вызов по статье 19.13. Обратите внимание на рамочку. Она примерно синяя, фиолетово-голубого цвета. То есть она такая узорная. Как будто какой-то этот ценный сертификат. Так, сейчас. Вот. Вот этот вот узорчик. Обратите внимание. Прям выглядит, как будто, я не знаю, как будто какой-то прям чуть ли не родовая грамота, короче. Номер вот этот красным заполнен. Я им не стеснялся вот эти все там фио там, их персон сообщать. Пожалуйста, пишите. Никак, без разницы. Вот номер статьи 19.13. Ну, а здесь я пишу. Не согласен, правонарушения не совершал. Хотел сообщить о преступлении по статье 205 УК РФ. Террористический акт. Не успел договорить. Проверка по статье 144-145 не проводилась. Умысел не доказан. Вину не признаю. Без ущерба. И пошли вот эти надписи минимальные. Досаментные. Сохраняю за собой все права. Без акцепта. То есть, я оферту не принимаю. Без оборота на меня. То есть, это закрытие перевода каких-либо долговых обязательств. Отказываюсь от них. И живой мужчина, хозяин имени Антон. Росписи нет. Обратите внимание. Ни подписи, ни росписи. А дальше, вот тут надо было расписаться, что типа права разъяснены. Вот здесь вот галочка стоит. Я пишу. Не разъяснили. А дальше, так называемая аббревиатура CF.BYAR То есть, под принуждением, под вашу ответственность. А дальше, согласно вексельному праву, тот, кто ниже всех расписался, а вот здесь я так же сделал, ну, вот слово подпись тоже зачеркнул. И еще я здесь что-то там показания. А, это в другом месте. По вексельному праву, тот, кто ниже всех расписался, вот мы видим, тут Стесюк расписался, то он, в принципе, этот тот, кто получает всю выгоду от долгов. А тот, кто выше расписался, тот должник. Так что я сделал? Я просто взял вот здесь вот на рамочке написал, закрыл своим индосамитом. Все, перехват сделал. И они, вот, сколько прошло, сейчас скажу, раз, два, 20 дней уже прошло, и материалы делать до сих пор не поступили. Так, экран видно, нет? Да-да, все хорошо. Меня, кстати, вот часто спрашивают, расскажите про вот эти вот надписи, бай, роспись, а, р. Ну, в общем, заставили под угрозой, или я не принимаю ответственности. Ну, вот про это подробнее. Ну, что такое, вот, cf, это, на латыни, по-моему, ну, можно, если английский язык применить, contra-forced, то есть, под принуждением. Обычно вот здесь вот, бай, между бай и буковки а, пишут роспись, либо фио, персоны, ну, я им вообще ничего не сообщаю. Я просто пишу, под принуждением, под вашу ответственность. Без росписи, без, без идентификации, короче. А, р. означает, под вашу ответственность. Что это означает вообще? Под принуждением, то есть, это не по доброй воле. Нет на том моей воли. Я сюда свою энергию, душу, и т.д., и т.п., и свою волю, скажем так, свой кон свободы воли сюда не применяю. Я вам добро на все это не даю. Для чего это делается? Есть версия, что вот такие все бумаги, так называемые протоколы, которые с некоторых пор стали выглядеть, как ценные бумаги, за счет вот таких рамок, цветных бланков, и даже перфорированного оформления каких-то там номеров, то есть, их даже продавливают, ну, то есть, выглядит, как настоящая какая-то ценная бумага. Есть версия, что они потом идут на заклад, на торговлю на каких-то биржах, и они очень высоко ценятся, то есть, приобретают ценность. Так вот, если мы закрываем вот такую надписью, то не просто оплата не проходит по таким векселям, а даже наоборот, если вдруг вот такой вексель попадет туда-наверх, оттуда придет колоссальный штраф вот той организации, которая оформила этот протокол. У меня есть предположение, что они вот такие бланки, они просто их покупают за колоссальные деньги, а после заполнения отправляют обратно и получают большую прибыль, чем они затратили на бланк данного протокола. На вопрос ответил? Друзья, ставим пятерочки в чат, если все понятно. Так, но я пока покажу еще... Видео будет в записи, друзья. Объяснение покажу, как я тоже там заполнял. А, ну вот, на предыдущей теме я остановлюсь, как заполнять вот эти все там... Вот, допустим, вот мне психушку привезли 20 дней назад, я им пояснил, что у них совершенно нет оснований что-то меня тут обследовать и т.д. и т.п. Хотя они хотели меня прямо оформить там. Повезло, что этот знакомый врач оказался на месте, который меня два года назад наблюдал и уж он-то точно знает, что я здравомыслящий. Ну, в общем, они посовещались, так, переглянулись, говорят, пиши отказ. Мне опять подсовывают бланки ихние. Я говорю, не надо мне ваши бланки, я дееспособный. Давайте мне чистый лист бумаги и красную ручку. И они нашли, вот, дали мне чистый бланк бумаги, простую бумагу А4, и эту красную ручку нашли. Я сижу, пишу при них. Волей землини, я живой мужчина, хозяин у меня Антон. Я вот это все пишу и боковым зрением смотрю за их реакцией. Передо мной сидит санитарш, справа, сзади сидит этот доктор Боредько, который принимает дежурный. И вот, когда я вот это все писал, у них вообще никакой реакции. То есть, они нормально к этому отнеслись, что я живой мужчина, хозяин меня Антон, выгодоприобретатель персоны, физического лица. Я хочу, чтобы, вот, вот она воля, я хочу, чтобы меня немедленно освободили, отпустили без оказания какой-либо медицинской помощи, запрещая любое медицинское вмешательство, и дальше вот эти запрещающие надписи, без ущерба, без оборота на меня, без акцепта, сохраняя за собой все права, в том числе имущественные. Так, дату тоже сейчас вот меняем, потому что из канонов есть информация, что если напишите именно в виде цифр, то есть там, допустим, 03.02.2021, то это, по сути, дата, то есть это, там что-то с векселем тоже связано. А тут я пишу по-своему, просто коверкаю дату, как хочу, причем, тестирую, сейчас тут по-разному, там, и 2021 февраль, день 3, и там, день 3, 2021 февраля, ну, по-всякому пишу. Написал, живой мужчина, хозяин меня, Антон, обратите тоже внимание, ни подписи, ни росписи нет. Ну, тут не видно, вот тут вот, фрам в нижнем углу, я тоже написал, двоеточий Антон, а с обратной стороны, как только я начал крест ставить на весь лист, то есть с обратной стороны, от одного уголка до другого, поставил крест на всю страницу. И как только я начал ставить этот крест со стороны медсестры, и доктора последовала, какая реакция. Их это очень удивило. Они же так, смотри, смотри, типа, смотри, что делать. Да-да-да, вижу, типа, ну, они не произносили ни звука, но реакция такая была. А что такое оборотная сторона? А это вот как раз сторона, через которую можно перевести оплату на другую сторону. Они элементарно могли здесь поставить свою роспись, что да, типа, принято и так далее, и это уже был бы вексель. А на обратной стороне можно написать, что бюджетному учреждению там сургутская клиническая психоневрологическая клиника перечислить какую-то сумму. Ну, и могли вот здесь вот, я не знаю, написать номер, здесь, не знаю, там ценность, там 500 тысяч или еще что-нибудь. И, короче, эту бумагу загнать. Ну, я так предполагаю. Потому что, когда я поставил крест, они поняли, что ничего не получится. А это объяснение от того же числа. Так, ну, тут все стандартно. Ну, вот тут я написал. Не разъяснили, не разъяснили. И, опять же, CF by IR, то есть, под принуждением, под вашу ответственность. То есть, все, даже по законам РФ, уже вот эти объяснения и протоколы, они у них, это, не сработают в первой инстанции. Даже если они примут решение, апелляционный суд сто процентов отменит решение первой инстанции, потому что права не разъяснены. Это сто процентов основания для отмены решения первой инстанции. Когда вы пишете, вот это вот, не разъяснили. Ну, я еще добавил, что под принуждением, то есть, нет на то моей воли. Дальше объяснения идут, причем объяснения были короткие, я их заставлял это все писать подробнее. Так. Ну, мало того, что он напечатал то, что я хотел, так я еще и от руки добавил. Проверка в порядке статьи 144-145 УПК не проводилась, умысл не доказан, состав не доказан. То есть, любое правонарушение, любое преступление, оно состоит из четырех частей. Это вам обязательно нужно знать, почитайте сами в интернете. Это объективная сторона, субъективная сторона, объект и субъект. И вот как раз об этом я тут и пишу, что состав не доказан. А если не было состава, если не было умысла, то ни одно преступление не считается совершенным. То есть, наказание не должно последовать. Если умысла не было, то считается, что состава не было преступлений либо правонарушений. Ну, это элементарная юрисдикция по законам РФ. Не согласен, как всегда, никаких противоправных действий не совершал, вину не признаю, без ущерба, без акцепта, сохраняю за собой все права, без оборота на меня, время. Ну, и 2021 февраль, день третий. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Точка. Все. Ни подписи, ни росписи нет. А вот как этот Кобяков расписался. Какой-то закорючек поставил. Ну, я прекрасно понял, что он что-то тоже хочет из этого сделать, поэтому вот здесь внизу, ну, тут не видно, но на оригинале тут точно так же. Двоеточие, Антон. Правый, самый правый, самый нижний угол, он, если вы, там любой поставить за корючку. Так, а где-то у меня есть даже пример. Так, так, так. Сейчас экран видно, нет? Да, да, все хорошо. А что на экране? Вибера или этот, объяснение? По городу Сургуту объяснение. Ага, сейчас тогда этот, покажу, как это делается. Просто есть примеры, когда, когда уже на выходе, как выглядит протокол, когда его там утвердили, зафиксировали, то есть там, помимо того, кто составил протокол и вашей росписи, появляются росписи каких-то проверяющих, каких-то бухгалтеров, каких-то начальников, каких-то в РИО, и, короче, все ниже и ниже, и правее и правее росписи появляются. То есть, они стараются в правый нижний угол перекрыть свои росписи. Вот такой вот протокол и вот смотрите, вот идет роспись того, кто якобы задержан, предупрежден, потом идет роспись копии протокола получил тоже задержанного, потом подпись должностного лица составившего протокол. Вот она. Обратите внимание, как она выглядит. То есть, это ксорая копия. Дальше что-то непонятное написано. А вот тут вот обратите внимание, то есть, он делает что? Копия верна по дежурной части отдела полиции номер 2 ОМВД по городу Сургут. То есть, дежурной части перекрывает вот эту роспись. Права в нижнем углу. Видно, да? Да, да, все видно. И таких примеров много. Это как бы не единичный случай. У меня еще есть множество примеров именно из моей практики. Это вот реальные протокола, которые мне народ присылает, и я сам свои протоколы коллекционирую на моей персоны. И везде такая же схема идет. Обязательно кто-то в правый нижний угол перекрывает. Я подозреваю, что и эту роспись вот здесь кто-то еще перекроет. буквально мы пришли к выводу, что все вот эти бумаги не являются векселями. И все делается именно ради этих векселей. И к этим векселям можно отнести и кредитные договора, и свидетельства о рождении, и пенсионных удостоверения, и паспорт, и водительские права, и свидетельства о смерти, и любые протокола подобные, объяснения в том числе. И когда вот это все начинаешь прослеживать взаимосвязь, то получаешь ответы на многие вопросы. Меня раньше удивляло, почему все участковые ходят в званиях как минимум капитан, обычно майоры. То есть приходит какой-то молодой участковый, а у него звездочка на погонах, то есть он майор. И если сопоставить, что они за сутки могут вот таких вот штук 10 протоколов составить, а вся дежурная часть максимум 2-3 протокола составит, то ясно, что по карьерной лестнице лучше всего растет именно участковый, потому что он выдает вот такие векселя, за счет которых потом кто-то получает прибыль какую-то. Так, это по поводу заполнения протоколов. То есть как, основные принципы как заполнять протокол. Ни в коем случае не отказываться от росписи. Они потом за вас переделают и все перепишут и как им надо там двух понятых свидетелей позовут. позовут и переделают это все. То есть это не выход. И не выход тоже подписать именно так, как они хотят. нужно искать золотую середину. Золотую середину я вам показал. Нарисовать так, чтобы у них потом ничего не получилось с этим протоколом. И при этом не оставить ни подпись, ни роспись, и права не разъяснены, без оборота на меня, все. Они не знают, что с этим делать. Ну вот смотрите, 3-го числа, 3-го февраля я сообщил о террористическом акте. Вы понимаете, что это такое? Там такая шумиха поднялась. В Сургуте, в нефтяной столице, в Сибири, произошел телефонный вызов, и кто-то сообщил о террористическом акте. Так они составили протокол, заложенный вызов по статье 19.13. И этот протокол до сих пор не рассмотрен, 20 дней прошло. Вот у них сейчас патовая ситуация. Если они решат устроить заседание, то это грозит им очередным шикарным видео с моей стороны. Опять придет живой мужчина и начнет снимать шикарные новые видео. И по-всячески там показывает, что и сомневаться в их и полномочиях, и правосубъектности, и все такое. А с другой стороны, если они потеряют этот протокол, то получается никакого ложного вызова то и не было. Получается, на самом деле был совершен террористический так называемый акт. То есть 205-я УК РФ. То есть управляющая компания занимается терроризмом. Ну, такой вывод следует. Патовая ситуация абсолютно. Я не знаю, что они сейчас делают. Они сейчас там... Они мне прислали повестку. А, я же не показывал, да, повестку. Сейчас попробую показать. Так. 19-13. Антон, тут такой вопрос. Многие мне пишут, а может быть вообще не ходить ни в суды, на повестках написать, что без оборота на меня, что я вас не признаю и так далее. Или все-таки надо ходить? Вольному воле. Выходить. Вот мне многие пишут там под видео и в комментариях и везде, типа, живые в суды не ходят. я принципиально с этим не согласен. Живые делают то, что захотят и когда захотят. Вот я хочу туда пойти и снимать шикарные видео для вас, чтобы вы видели, что на самом деле происходит. если все живые не будут туда ходить, то кто будет ходить и показывать это все? Кто будет вот эти черные мантии оживлять? Да, можно не ходить туда, но для этого нужен опыт колоссальный, чтобы правильно и с умом и грамотно заполнять все эти бланки там, их росписи, подписи и т.д. Можно и так сделать. Пришел на почту там, Индосаммит там закрыл, короче, перевел на другую персону, на другую организацию. Допустим, на мои персоны там перечислить всю сумму, принимая за ценности и т.д. и т.п. Можно даже на этом зарабатывать. Сейчас это все тестируется. Но для меня это неинтересно. Меня денежный вопрос интересует в последнюю очередь. Для меня интересно пойти и пообщаться с ними, заснять шикарные видео и показать вам, как это на самом деле выглядит. Как они бегают от меня, как они здание целое закрывают, как они то пытаются нахамить, нагрубить. Потом им дают команду вообще молчать. Потом они понимают, что молчать тоже не выход, потому что я показываю, что смотрите, система РФ молчанку играет. Мало того, что не пускает на заседание, так еще и молчанку играет. Потом им сказали, ладно, общайтесь. И все, они начали общаться нормально по-человечески. Вот таким макаром методом я можно сказать и меняю всю эту систему, потому что приставы уже совсем по-другому общаются со мной. Выбор за вами, не хотите, не хотите. Я хочу ходить. Я хочу это все. Для меня это уроки шикарные. Вели, величайшие уроки это для меня. Я столько опыта получаю. Вот то, что вы увидели на видео, это ну как сказать вам, вы процентов наверное 5 ощутили того, что я там ощущаю, когда хожу вживую. Так что дело ваше. Вопрос? Ну ты хотел показать повеску. уже приготовил, сейчас покажу. Вот тот же этот забыл как его фамилия. Ну короче, вот он мне такую бумажку подсовывает. Я смотрю повестку. Я тут же перечеркиваю, пишу уведомление. Ручка синяя была. Ну они еле-еле синюю ручку нашли. То есть у них там проблема с инвентарем канцелярским. Дальше что следует? Что ну уже было где-то часов 16 наверное. То есть меньше чем через 20 часов я должен явиться на 22 часа. На некое заседание, которое уже состоится завтра. Стоит дата, все, тут фамилия, отчество, подпись. Ну я это ничего не заполняю. Я пишу ниже. Без акцента, без ущерба, без оборотов на меня. Сохраняю за собой все права. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. ТВР. Ни подписи, ни росписи. И правый нижний угол, то есть это вот половинка оторванная. Правый нижний угол закрывает уже. А теперь посмотрите внимательно на этот документ. Кто его выписал? Кто создал документ? Сергей, ты мне можешь ответить на вопрос? Кто выписал повестку? Вася Пупкин вообще непонятно вообще. Нет. А где он тут написан? Где Вася Пупкин? Тут вот есть какой-то ГР Булгаков Антон Николаевич. Есть некий Булгаков А.Н. Есть живой мужчина, хозяин меня, Антон. Так кто повестку-то выписал? Сам себе получается, что ли? Нет, не сам себе. А я живой мужчина, хозяин меня, Антон, выписал уведомление для персоны Булгаков Антон Николаевич. Ага, вот как оно. Ясно? Да, понятно теперь. Они за мой счет оживили этот документ, можно сказать. Ну то есть, пустышка такая, знаешь, на дурачка рассчитанная. Я эту пустышку скушал с удовольствием. Вот вы говорите, живой в суды не ходит. Вот тот, кто такое говорит, он бы сказал, да это вообще не повестка, тут непонятно, кто ее выписал, и все, заберите, я это типа, мне это не надо. А я с удовольствием. О, очередной урок, давай. И что вы думаете, я пришел вот этого числа на следующий день и записал очередное шикарное видео новое. В результате мне участковый написал от руки, представляете, участковый выписал в суде эту повестку от руки, опять на имя персоны, перенес уже на 15 число. Ну, кстати, 15 числа тоже ничего не состоялось. То есть, они все никак не могут, вот этот протокол по 19.13 сложный вызов, не могут его принять к производству. А еще он, видите, полностью фамилии, имя, что написал. То есть, по ГК-19 РФ он полностью взял на себя ответственность. Вот такой шикарный документ. Вот тут видно, кто выписал. Да? Да. А здесь получается, сам, сам, сам своей персоне выписал уведомление, сам себя уведомил, что тогда, тогда состоится заседание. Шикарно, да? Угу. Ну, вот так. Так, хорошо, дальше продвигаемся. Кто такой живой? В прошлый раз отвечал, живой, принесли, определение слова живой, ну, я даю, я не знаю, кто как думает, я думаю так, что живой, это тот, кто, что или кто, то, что саморазвивается и постоянно меняется. Угу. Вот смотрите, вот берем человеческий организм, да, вот, допустим, вот в этом пальце сейчас, ставим на паузу и берем, это, следим, стараемся следить за одним эритроцитом, который находится в капилляре вот этого пальца. В следующий миг все эритроциты в моем теле находятся в другом месте, сдвинулись. Да? В любой, вот в любую итерацию времени берем, там, это, стремиться к, это, к нулю по математике. Если это фрагментировать в это время по определенным участкам, стремящимся к нулю, то в любой момент времени все в моем теле меняется. И эритроцит, он не просто движется, он и там еще что-то вращается и стукается туда-сюда. И все эритроциты, все клетки, все полностью, все меняется. Мысли меняются, движение меняется, дыхание меняется, все меняется. Движение, рук, тел, ну, все полностью меняется. Постоянно. Вот это называется живой. А вот возьмем микрофон. Да? Ну, даже если учесть, что там есть температура колебания и все молекулы двигаются, но форма-то постоянно одна и та же остается. И пока я его не сдвину, он не подвинется, Условно, он тоже живой, потому что там все это, каждая молекула, она там, я не знаю, там вращается, не вращается, эти атомы, колеблется они за счет этой температуры комнатной. ну, условно, тоже живой, но я более живой, потому что я развиваюсь, а микрофон не развивается, он только это, стареет, я не знаю как. Хорошо. В каких случаях использовать слово человек? человек, когда хотите сказать о какой-то, скажем так, системной единице или об индивидууме без половой принадлежности, то есть, если вы хотите сказать, что кто-то пришел, либо мужчина, либо женщина, и чтобы вот это вот не произносить, либо женщина, либо мужчина, то можно сказать, пришел человек, и уже ясно, что это либо мужчина пришел, либо женщина, потому что человек это, ну, буквально, либо мужчина, либо женщина, а еще есть варианты, там, гемафродит, и т.д. и т.п., разные есть варианты, то есть, это некая социальная единица, это высшая, единица системы есть даже табличка такая не знаю видели нет там прям расписано что на низшем уровне находится там гражданин потом физическое лицо потом высший человек и это даже в законах рф прописано что человек является высшей ценностью то есть имеет цену а мужчина не имеет высшей ценности это нигде не прописано вопрос значит почему нельзя использовать слово заявление давайте откроем сейчас покажу так видно гуглю так открываем 59 федеральный закон об обращениях так основные термины статья 4 так есть обращение есть предложение а есть заявление отдельный подпункт заявление читаем внимательно просьба любая просьба может быть отклонена без объяснения причин логично ну да все понятно теперь нет это не все читаем дальше смотри образ просьбы это вот так вот нищий сидит на паперти с протянутой рукой и вот вот он за счет протянутой руки что-то просит все кто проходит мимо они могут положить что-то могут не положить вот поэтому нельзя использовать слово прошу и слово заявление потому что заявление это та же просьба и ходатайство тоже нельзя потому что ходатайство это официальная просьба и слова требует тоже нельзя потому что требует а настоятельная просьба но все равно просьба а надо проявлять именно свою волю вот ты спрашивал про сергея да вот по задержание произошло последнего видео как его там в суде скрутили он-то произносит фразу что-то что-то подобное что типа нет на то моей воли я не буду двигаться вам придется меня там переносить он говорит что нет моей воли совершать какие-либо движения он молодец он сказал на что нету его воли но чего он хочет он не сказал он не проявил свою волю он волей обладает только живое живое существо человек мужчина тем самым он дал понять что у него нету воли а вот если бы он сказал я хочу чтобы меня немедленно отпустили вот тогда бы он проявил свою волю а он повел себя как бы как безвольный это мужчина я об этом говорил своих видео что мало сказать что ты не хочешь это 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 многие могут спроси любого чего он не хочет он тебе миллион миллион причин найдет чем не хочет а спроси его чего он хочет он он будет долго думать и вряд ли чё скажет хорошо следующий вопрос подожди давай добери разберемся со словом заявлением так просьба о содействии реализации его конституционных прав и свободы или конституционных прав и свободы других лиц либо сообщение на нарушение на руке неправильно недостатков работы их органы местного управления либо критики деятельности указанных органов должностных лиц а ну вот тут и идет просьба о содействии в реализации конституционных прав и свобод то есть если вы пишете заявление то вас то все ваши доводы по поводу соблюдения реализации конституционных прав и свобод могут быть проигнорированы по умолчанию потому что это просьба ясно ну естественно я-то буду писать как живой мужчина в отношении через свою персону то есть вот вот она персона если я напишу заявление то это будет просьба моей персоны о содействии реализации конституционных прав и свободы именно персоны то есть гражданину и они просто помогут проигнорировать а вот если вы напишите воля заявления я хочу и они проигнорируют то к ним повернется обратно обратно потому что воля воля живого мужчины неприкосновенно отлично ну что переходим к следующему вопросу добро жду чем разница между подписи у росписью и автографом и такие вопросы даешь который каждый день отвечаю но у нас это сегодня заявлено ну ты предупредил я бы не заявлял ничего не спрашивай меня больше ничего я люблю живое общение а то это понаписал тогда вопрос подожди подожди вопрос задан надо ответить хорошо а то интригу создали а что ответа не не последует что так под любым моим видео есть в описании ссылочка вот на эти вопросы которые ты задаешь вот подпись роспись сейчас откроет и в чем разница демонстрация экрана так два с половиной года назад написано такая статья про подпись роспись или автограф и в чем разница подпись это когда подписываешься под всем что написано выше ну в криминальном мире есть такое понятие как это подписаться за кого-то то есть отвечать за него же жизнью и здоровьем своим в курсе да ну вот здесь тоже самое отвечаю за все что написано выше своей своей жизни здоровья ну условно говоря применимо именно к бумагам это скорее всего имуществом ну и в том числе своим телом поэтому им нужна именно подпись роспись это коллега каллиграфическое творчество детская каляка-маляка худо это там гжель хохлома и так далее кто-то тут что-то вот это шевельнул рукой как-то непонятно нарисовал картину короче ясно ни за чего не отвечаю ни под чем не ни за что не подписываюсь поэтому я везде слова подпись зачеркиваю не прям рядом пишу это роспись двоеточие автограф это частный случай именно росписи то есть это рукопись написано собственноручно ну и так понятно что собственноручно но смысл автографа имеет смысл что здесь был вася именно вася то есть если кто-то там распил ну допустим там какой диджей или там какой-нибудь знаменитость там майкл джексон или еще кто-нибудь напишется от своей руки майкл джексон то по сути это будет роспись правильно это же нельзя считать подписью потому что если эта подпись тут там взяв у него автограф можно выше просто написать что типа там завещаю все свое имущество тому тому то и все и потом предъявить суде но такое же не происходит это просто автограф автограф имеет силу росписи и по сути та же самая роспись непонятная каляка-маляка но при этом в этой каляки-маляки ему можно четко прописать что здесь был майкл джексон ты пишешь роспись до всегда везде уже на привод он после того как я вот это осознал написал эту статью я везде пишу ру именно роспись ну ты словами пишешь роспись я же говорю я если я вижу слово подпись я прям его зачеркиваю а пишу рядом роспись двоеточие и потом ставлю закорючку все понятно ну отлично что тогда перейдем к вопросам от наших участников вебинара да я вообще рассчитывал на живое общение ну мы сейчас рассмотрели то что мы заявили в обязательном порядке что рассмотрим на вебинаре сейчас уже друзья давайте свои вопросы в чат пишите либо голосом кому микрофончик включить пишите там кстати в чате кто-то что-то писал вот я прочитаю есть вопрос касаемо написание инициалов и о фамилия второе фамилия его полностью имя отчество фамилия четвертое полностью фамилия имя отчество фамилия с большой буквы имя с большой буквы отчество с большую букву Как и когда эти разные сущности лучше использовать? Вот такой вопрос. Я сам в этом плохо разбираюсь, но примерно. Значит, вот это пятый пункт. Я не знаю, это можно показать на экране? Да-да-да, показай. Сейчас тогда мне надо куда-нибудь в Word скопировать, ставить, чтобы всем было видно. Ой, а почему не копируется? Что, Zoom не позволяет копировать, что ли? Ну ладно, сейчас скриншот сделаем. Ну да. Соображалка-то работает, хрен остановишь. Все равно найду выход. Программистам Zoom, привет. Соображалка сильнее и мощнее. Так. Так, таким образом. И включаю демонстрацию. Видно, да? Да-да. Так вот, пятый пункт. Это, насколько мне известно, это морское право. Плюс ограничен в правах и свободах максимально. А еще это фирма, юридическое лицо. Это вот пятый пункт. Так, по поводу фамилии, имя, отчество. Четвертый пункт. Это обычно пишут так, свидетельство о рождении. А дальше большинство, это паспорт пишется пятым пунктом. А свидетельство о рождении, именно вот по правилам русского языка, заглавные буквы, остальные маленькие, и именно фамилия, имя, отчество. То есть фамилия стоит на первом месте. Фамилию раньше давали рабам. То есть это некая подотчетная, учетная запись. Я говорю то, что я знаю, и в чем я уверен. У меня еще множество предположений, и как бы точно я не могу сообщить. Поэтому это все надо перепроверять. То же самое написание, только в обратном порядке, в другом. И имя, отчество, фамилия. То есть на первом месте стоит имя, то есть индивидуум. Не какое-то прикрытие коллективной ответственности. То есть фамилия это по сути обозначение какого-то коллектива, отдельной семьи. Семейно-родовой какой-то общины. А имя это уже конкретное обращение к индивидууму. То есть персональная и личная ответственность. И вот если почитать ГК РФ 19 статья, там четко сказано, что гражданин приобретает там свои права и свободы и всю ответственность именно под своим именем, указывая там фамилию и отчество и т.д. и т.п. Поэтому если вы видите вот такой первый вариант имя, отчество, фамилия, то во-первых, есть мнение, что это раз они скрывают свое имя и отчество, то они по сути являются этими, грубо говоря, холопами. Вот Виктор Богданов их так называет, говорит, они прячут свое имя и отчество, они отказались и от себя, и от отчества, и имеют только вот эту принадлежность к рабскому сословию. То есть буквально холопы. То есть просто гражданин, некая фикция. Если пишут... А, еще ответственность за эту персону несет именно юридическое лицо. То есть имя и отчество не расшифровано, фамилия как бы написана, но нету... По идее, если вот здесь вот кто-то расписывается, ставит за корючку, то это неправильно. Должна быть написана фамилия именно от руки. Ну вот то же самое, только от руки, если напишут, то это ответственность взянулось на себя. А вот фамилиями отчества тоже есть разница. Мы вот специально ходили в нотариальную контору и смотрели там на стендах вывешенные образцы. И мы специально разбирали, кто там как расписывается. Так вот нотариус всегда пишет имя, отчество, фамилия. Сокращая инициалы, вот он первый вариант использует. А вот все секретарши и обслуживающие персонал, они пишут именно по второму варианту. То есть они пишут сначала фамилию, а потом инициалы ИО. Я на протяжении двух лет писал именно имя, отчество, фамилия. То есть я писал человек, а в скобках имя, отчество, фамилия. Там Антон Николаевич Булгаков. Ну потом я понял, что это все, ну... Вот все, что вот здесь написано, да, вот оно как раз буквально и означает фамилия, имя, отчество. Вот я же не являюсь ни именем, ни отчеством, ни фамилией. Я похож на имя? Вот посмотрите на меня. Я похож на имя? Меня видно на экране? Да, да. А, так, нет, тебя не видно. Вот сейчас видно. Да не волнуйтесь, никакие вопросы не проигнорированы. Сейчас доберемся. Там пишут, мой вопрос проигнорирован. Вот смотри, я похож на имя? На любое имя я похож? Сергей? Да нет, конечно. А на фамилию я похож? Нет. А на отчество? Даже на физлицо не похож. Ну, это и так понятно. А на кого я похож? На человека. А конкретнее? На живого человека. Нет, ты... Мужчину. Вот. Борода есть? Есть. Усы есть? Есть. Ну, кадык, я не знаю, видно, нет? Кадык есть. Похож на мужчину. Имеются все признаки. Ну, да. Так какой же... Почему меня называют фамилией, имя, отчеством? Я не фамилия, имя, отчество. Я живой мужчина. Так они называют персону. Ну, так с персоной разговаривайте. Многие вот так приходят на суд, выставляют паспорт, говорят, вот персона, которая вам нужна, вы с ней разговариваете. И как реакция? Ну, некоторые начинают разговаривать. С паспортом. Да, они их тут же ловят, говорят, вы что, с ума сошли, что ли, с бумажкой разговариваете? Ну, да. Пусть маску оденут на персону. На паспорт натянут. Да, и так говорят, и говорят, оденьте маску. Он говорит, а, маску сейчас одену, достает паспорт или этот, когда последний раз было пенсионное удостоверение, он достал, надел маску, говорит, все, я надел маску на персону. Вы же просили оденьте маску, я надел на персону маску. В законе же сказано, что там все граждане обязаны, там, или в постановлении где-то там вы пишете, роспись не ставите, печать непонятно какая-то, но вы требуете от всех граждан носить маски. Вот я надел на гражданина маску. В чем проблема? Вот, пожалуйста. Отлично. Что, дальше вопросы читаем? Ну, да, там Андрей вот повыше, если подняться. Никто и каждый. Их права в Конституции защищены? Вопрос интересный, но тема слишком, как сказать, для меня неясная, но есть информация, что это очень важная тема. И приходят с разной стороны косвенные признаки, что это на самом деле очень-очень важная информация. Я не совсем понимаю, что тут зарыто и как это можно применить на практике. И я вот именно говорил, что это нужно в первую очередь проверить на практике. И недавно, как только я это озвучил, мне через день, через два прилетела определенная информация, что это имеет место быть. Но я пока ничего озвучивать не буду. То есть скажу, что есть видеоролик, можете набрать в интернете «Никто первый канал». И там рассказывается, что сюжеты три года, три года, там в Екатеринбурге что ли мужчина всю жизнь прожил без свидетельства о рождении, без паспорта. Дожил до 35 лет, и тут у него появилась девушка, которая захотела за него замуж. Она решила посмотреть, на самом деле он там холостой, говорит, дай паспорт. Он говорит, а у меня нет? Как нет? Нету и не было. И тут началось. Просто, видать, эта женщина решила, очень захотела замуж именно за этого мужчину. И тут началась всякая недель. Они начали обращаться в суды, в прокуратуру. Они говорят, а мы ничего не можем сделать, юридически его не существует. И сюжет прям так и называется. Никто. Говорит, его нету. Ни в ЗАГСе, ни свидетельства о рождении, ни паспорта. Нету его. Просто мама не сходила и не зарегистрировала его в ЗАГСе. А тем не менее, его устроили в школу, он там нелегально работал и т.д. и т.п. Ну, то есть, жил до 35 лет, дожил. А система его не видит и не признает. Ответил на вопрос? Угу. Так, там вопрос. Прочитаешь, да, Антон? Так, есть вопрос касаемо этой инициалы. Мы уже ответили, как и когда эти разные сущности лучше использовать. Да лучше их вообще не использовать. Если и пишете, то, ну, скажем так, вот лучше всего третью сущность использовать. Имя, отчество, фамилия по правилам русского языка. С большой буговой, потом с маленькой. Тут вопрос очень обширный, и тут нужно разбираться. Есть мнение и, не помню, как его зовут, Сергеев. Казак-то, который помер-то, это, все рассказывал, знания давал. Вот он про это тоже рассказывает. Что сначала имя давали, потом, когда заслуживал отчество, а по имени Рода, это уже совсем прям колоссальное уважение на уровне народа. Так, отправьте плюс один, если вам тоже интересно получить ответы на данные вопросы. По ЖКХ можете? Что? Да это раньше писали они там. Да-да-да. По ЖКХ можете что-то сказать? Много чего могу сказать. В чем конкретно вопрос? Это лучше снизу почитай. Ага. Последний вопрос. Так-так-так. Похоже, кредитная заявка. Ясно. Да-да-да, Данилов. Сергей Данилов. Точно. Про кредитную заявку вот это, что ли? Кредитная заявка. Точка. Она является кредитным договором. А что за заявка? Я не в курсе. Я кредит один раз в жизни брал и больше не собираюсь. Так. Положительное решение. Суда есть? Не знаю. Вот тут ничего не могу сказать. Как отбиться от гор газа? Ну, наверное, газом и горами. Друзья, давайте конкретные вопросы, хорошо? Пишите в чат. Да что писать? Подожди. Я по субботам на это, письменно отвечаю. Мне все пишут. Я сам с собой, как говорится, разговариваю в прямом эфире. Давайте вживую. Включайте микрофон и видео. Будем вживую общаться. Или у тебя такой формат не приветствуется? Ну, почему? Я думаю, сегодня нормальные все у нас участники. Давай вживую пообщаемся. Хорошо. Друзья, у кого есть вопросы, могу включить микрофончик? Машину хотят забрать приставы. Как отбиться? А, уже и написали новые, да? Так. Ну, тут я ничего не могу сказать. Попробуй посмотреть. Вот точно такая же ситуация у Андрея из города Перми. Канал на ютубе товарищ Сталин 2.0. Он, по-моему, там какие-то индосаменты сейчас запуливает. Вот посмотри его видео, он там и документы, и все выкладывает. Попробуй так сделать. Он им и оферты выставляет, и на 20 миллионов иски подает в суд, что это... Будьте добры, и согласно оферте выплатите. Либо верните машину на место, либо 20 миллионов. Да, Наталья. Вы в эфире. Здравия всем. Вы меня слышите? Да. Антон, приветствую. Вот по каноническому праву, как считается, что если мужчина или женщина получают паспорт, то они признают себя как нишу римскую личность. Ты, наверное, ознакомился, тоже знаешь. И они считаются недееспособными, и их опекает государство. Правильно ли я это понимаю? И все. Давай сделаем так. Я не читал, но вот допустим, это истина, да? С твоих слов, с того, что написано в канонах, и допустим, это все истина, и на самом деле так. Допустим. Это вот видишь уже сколько условий. Но несмотря на эти условия, допустим, что это истина, да? Что так на самом деле и есть. Так вот, я с этим не согласен только потому, что, во-первых, я сам добровольно, по доброй воле, не получал паспорт. Я его получил по обману. Меня обманули, ввели в заблуждение. А даже в законодательстве РФ есть, что любая сделка, совершенная с обманом, либо под принуждением, она является ничтожной. Поэтому вот когда меня в отделе допрашивали, там, это, разговаривали со мной три месяца, два месяца со мной разговаривали по-всякому. И про паспорт, и про все. Говорят, ты же роспись там поставил. Я говорю, а, говорят, ты же подпись там поставил. Я говорю, а с чего взяли, что это подпись? А я считаю, что это роспись. Ну, то есть, я ни за что не отвечаю и условия не принимаю. Говорят, ну, все равно же поставил. Я говорю, да какая разница, что я там поставил? Там что написано, что я принимаю вашу оферту, нахожусь в здравии, в разуме и согласен принять на себя вот эти все ограничения прав и свобод и признать себя низшей личностью. Там разве это все написано? Нет. Так а с чего вы взяли, что я там что-то должен... А там даже не написано, что я обязан какие-то законы исполнять, что беру на себя обязательства, там, соблюдай конституцию, даю клятву, клянусь и еще что-то. Там вообще этого ничего нет. Там просто загогулинг оставится и все. Это-то все понятно. Но видишь, у них как бы паспорт-то он и так вторичный такой документ, а самое главное это форма 1П у них. Они даже сейчас вот там люди портят паспорта, они на это не обращают внимания. У них есть форма 1П с росписью. И вот она для них самым главным считается, как для учета. Они же, видишь, в систему МИР там в течение какого-то времени, когда человек получит этот паспорт, все понятно, что это обман. Но это оферта обмана доверий. Они по морскому праву действуют. Но человек получает этот паспорт и уже через систему МИР вся информация поступает. Вот эти персональные данные. Вот. И видишь, в чем дело. Тут, да, паспорт РФ это обман. Но вот смотри, с паспортом СССР, гражданин СССР, нас как тоже, мы как недееспособными тоже считаются, получаются, как были. И под опекой государства СССР находились. Ну просто у нас был социалистический строй. И государство, оно заботилось, как положено. Наташа, давай вопрос. В чем вопрос? Ну, вот мне кажется, что как бы нужно вообще отказываться от этих паспортов. И вот когда референдум прошел в 91-м году, да, там голосовали, чтобы соблюдались права человека, там любой нации. То есть права человека, опять же, на это был как бы упор. Может быть, поэтому нам настоящих-то паспортов и не выдают. Ведь эти паспорта, они не паспорта. Да. Вот Юрий Башко, там, посиделки у костра, вот, ты же, я тогда смотрела, тоже там вопросы задавал, я видела. Он ведь говорил правильно, что он обращался в администрацию и сказал, что тут несоответствие, он не соответствует этому положению. Наташа, Наташа, это мы все знаем, в чем вопрос? Ну, вот я и спрашиваю, ты не собираешься отказываться совсем от этого паспорта полностью? Для чего? Ну, чтобы стать вот этим генеральным распорядителем юридического лица, которое в свидетельстве о рождении записано. Если прослеживать всю линию, вот, касаясь канонического права, да, ну, я вот так немножко почитала, ознакомилась, и там написано про эту третью, вот, эту нишу римскую личность. То есть, человек, не человек, а мужчина и женщина, они выше всего, у них статут, вот, именно, да, даже не юридический статус, а статут, потому что это божественный дух, вот, воплощенный в тело человека, как сосуд, есть душа и физическая оболочка. Как бы, три единства такие получаются. Наташ, Наташ, ты мне зачем это все рассказываешь? Ты всем рассказываешь или мне рассказываешь? Ну, я думаю, все, как бы, ознакомятся с дополнительной информацией. Ну, вот, тебя лично хотелось спросить, значит, ты как, не собираешься отказываться от этого документа полностью? Для чего? Цель какая? Чтобы распорядителем стать своего юридического лица, которое вот в свидетельстве о рождении записано. А как ты станешь, то есть, ты, подожди, ты хочешь отказаться от паспорта, чтобы стать распорядителем паспорта, ну, персоны? То есть, ты отказалась от паспорта, стала распорядителем, а чем ты распорядителем стала, чего, если ты отказалась уже от паспорта? Где логика? Нет. Ты становишься распорядителем юридического лица, вот, которое в свидетельстве о рождении записано именно. Потому что свидетельство о рождении, это как юридическое лицо открывается на ребенка, на мальчика, на девочку. Ну, гражданин, как сразу появлялся. Отлично. Это все теория, где практика, где подтверждение. Ну, вот, как бы я, так, первые шаги сделала к этому, ну, без паспорта я уже год живу, я не стала его получать. У меня оба аусвайса, они изъяты и уничтожены по проверке. Ну, нет у меня паспорта, вот, уже год. Так, и чем это тебе помогло? Ну, они меня вообще никак не могут обнаружить. Это я уже все на себе, я понимаю. А персону с регистрации сняла? А там же регистрируется физическое лицо, а не человек. А раз нет физического лица. Я и спрашиваю, ты персону, прежде чем отказаться от паспорта, сняла с регистрации? Нет, я не снимала, но я объясняю, регистрироваться физическое лицо. А раз физического лица нету, то как они никого будут искать-то? Они меня не могут и найти, где я ее зарегистрировала, но в том-то и дело, что... Тебя или твоя персона? Ну, персону, да, которая в Российской Федерации была создана. Потому что в Советском Союзе у меня была другая персона абсолютно, вот в чем дело-то. По-другому писать? Я выходила замуж с паспортом СССР, но самое интересное, что в свидетельстве о заключении брака у меня нету гражданства. И у мужа тоже с паспортами СССР. Хотя вот говорят, что паспорт СССР мы сдали, потеряли гражданство. Нет, ничего подобного. И вот этот вопрос, я думаю над ним уже довольно долго. Почему же так? Так у тебя как получилось? Ты паспорта отдельно сдавала? Нет, он у меня... Я вышла замуж. Советский паспорт, он был погашен. Год я с ним еще жила. Меня там вызывали на комиссию. Хотели там штраф дать. Ну, я никуда не ходила. Я на них вообще давно уже положила на всех. Вот. И потом мне дали справку. Я год с этой справкой была. В 2000-м я получила первый освайс. Ну, он у тебя на руках? Справка? Нет. Нет, ты сказала... Подожди, ты получила освайс, он у тебя на руках? Первый? Он у меня через 45 лет я его заменяла. И вот второй-то я как его сдала, потому что у меня была там... Ну, не написана Республика РСФСР в месте рождения. Я сказала, мне нужно ее заменить. Ошибочность сведений. Меня взяла там начальник паспортного стола. Все, без всяких. Копию свидетельства о рождении я ей дала. Заверенным нотариусом. Ну, в общем, так все и осталось там. Я туда больше не ходила. Я брала еще это временное удостоверение до 1 марта. С 21 февраля до 1 марта в том году. Потом началось это ковидобесие. Я думала, думала, думала. А зачем мне нужен паспорт, если это юридическое лицо, это не государственный орган. Я поняла, что я не обязана его иметь, этот паспорт-то вообще. А как путешествуешь? Я пока никуда не путешествую. Ну, а если мне... Думаю, что тождество можно сделать через нотариуса при необходимости. А если он скажет, давайте какой-то документ, чтобы я удостоверился. А, ну, в принципе, можно к другому нотариусу пойти. Их много по всей стране. С нотариусом можно нормально поговорить, я считаю. Я, кстати, недавно с нотариусом разговаривал и его очень заинтересовала тема живых. Да. Ну, может быть, некоторые даже и сами не в курсе. Да в курсе они все, в курсе. Он при этом так улыбался, как будто это... Как тебе сказать? Как будто я ему рассказывал фильм, который он сам отснял. Ну, сам срежиссировал, сам снимался в этом фильме. Миллион раз его смотрел, а тут я прихожу и говорю, знаешь, я там такой фильм смотрел, такой классный, вот примерно такой сюжет, он сидит, улыбается такой и слушает. Да, 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 да. Все понятно. Ну, я думаю, что которые вот при РСФЦР, как нотариусы еще регистрировались, они, думаю, в курсе всего происходящего, конечно. А молодые, возможно, что и нет. Так, ну, что, ответил я на твой вопрос, нет? Ну, я поняла, что ты не будешь отказываться. Отказываться от чего? От паспорта именно, от бумажки или от чего? От паспорта РФ, да. Ну, пока нет, нет. Ну, если достанут, я уже знаю, что нужно сделать, я им такое устрою. Вот как со светом, мне отрубили второй раз, я взял, позвонил и сказал, что присутствуют признаки состава преступления по статье 205 УК РФ, террористический акт. И тут так все закрутилось. Ну, тут и правильно, конечно. Потому что человеку не имеют права отрезать жизнебеспечивающие ресурсы. Просто люди себя от бумажек никак не разделяют, себя живого и бумажку. Вот этим они и всеми пользуются. Просто если меня система достанет, одно дело вот ты, да, у тебя, наверное, не ютуб-канал, не блогер, да, и мало кто знает, что ты сделала, да, с паспортами, что ты год без паспорта живешь. Ну, ВКонтакте, как бы, там, кто у меня в друзьях, возможно, что многие в курсе. Сколько подписчиков? Ну, у меня друзей около двух тысяч ВКонтакте. Ну, подписчиков не знаю точно. Ну, у меня в общей сложности тридцатка, то есть 30 тысяч. И если я попру по этой теме, я думаю, еще больше прибавится подписчиков. Я весь этот процесс освещу и расскажу. И на практике все покажу. Я думаю, в системе это будет очень невыгодно. Ну, видишь, дело в том, что вот в судах, как бы, они, да, по морскому праву действуют, и там ты себя сразу как разграничиваешь. Вот я, а это вот персона. А в системе вот этой информационной, если этот аусвайс у тебя зарегистрирован, все эти данные передаются через систему мира у них, там, в течение, вот, расписался, трех дней вроде все уходит. По тебе там в налоговую сразу идет. Вот, и видишь, система тебя все равно, она на крючке держит, получается. Ну, я тебя услышал. Я не хочу выйти сразу, раз и навсегда. Я хочу выйти постепенно, ощутив каждую ступеньку выхода, понимаешь, не просто взять и выпрыгнуть там из окна, все, я больше не в РФ, а именно спуститься по лесенке или подняться по лесенке, наоборот, выйти из этого сумрака. Пройдя каждую ступеньку, я хочу по каждой ступеньке, каждую ступеньку показать, как это делается и каким образом. Благодарю, я тебя поняла. Ну, я-то еще что хотела сказать, что, вот, как это самое, какие шаги-то предпринимать, да? Ну, первое, вот, это отказ от этой ниши римской личности нужно мужчине и женщине сделать, кто добровольно, как бы, принял эту нишу римскую личность, ну, вот, паспорт этот. Тем самым, недееспособность свою уже, как показал, что мужчина и женщина не могут сами распоряжаться своим юридическим лицом, которое создано на документ о рождении... Подожди, подожди, Наташа. Мы сейчас говорим... Вот ты говоришь о человеке, который осознал, что это ему необходимо и готов к жизни, которая будет после того, как он откажется от паспорта. Вот ты, из твоих слов, я так понимаю, ты целый год живешь и, как бы, не тужишь, и тебе и путешествовать-то особо не надо, и ты знаешь, что делать, если понадобится, если ты захочешь попутешествовать к нотариусу, пойдешь и так далее. То есть ты себя спокойно и уверенно чувствуешь. Но мне звонят и пишут те люди, которые, поспешив, там, получить паспорт без росписи, или, там, отказавшись, или... Некоторые сжигают, некоторые выкидывают, некоторые просто теряют, а они потом просто бегают в шоке и не знают, что делать. А как путешествовать? А как, там, сделки совершать? А как карточку получать? И как вообще... А как без карточки вообще жить? И то есть у них миллион вопросов, а потом они схватаются за голову, да нафиг я отказался, лучше бы у меня эта бумажка была. Вот таких очень много. И прежде чем... Это понятно, конечно. Ну, так, это понятно, но это нужно озвучивать, чтобы люди не побежали, сломя голову, делать что-то с этой бумажкой. Ну, чтобы отказаться, это надо осознать, в первую очередь. Так вот, я этим и занимаюсь, я поднимаю уровень осознанности людей, чтобы люди осознавали, что они делают. Не только с паспортом, с бумажкой под названием паспорт, но и над каждым своим словом думали, над каждой своей буквой думали. И над каждой своей мыслью тоже думали, размышляя. Тогда у них не будет разницы, с какой бумажкой что делать. Они в любой ситуации будут мыслить здраво. Да, все верно. Вот этот отказ-то, я что хочу сказать, нужен для того, чтобы потом стать распорядителем. Есть канал у Андрея Тоборкова, возможно, что кто-то знаком. с этим человеком, мужчиной, вернее. Ну, тоже как живой мужчина Андрей. Вот, он вступил в должность генерального исполнителя своего юридического лица. Вот это тоже по канонам, я сама читала. Как бы там все это прописано, действительно. Не, одно дело прописано в каких-то канонах, а другое дело, это все на практике доказать и показать. Ну, он сейчас вот там делает казнательству распоряжение, сделал, чтобы его вносили в участника бюджета. Это я слышал еще год назад. Где результат? Ну, видишь, система же еще никак не может это все понять. Но это на уровне вот именно исполнителей таких вот, которые внизу, они не понимают просто-напросто. Ну, это, знаешь, понимает, не понимает, это все можно долго обсуждать, говорить об этом. Вот я же говорю, Топорков вроде что-то там делает и судьи увольняет. Я пробовал его бумаги использовать, у меня тут не получилось никого не уволить, ничего, не знаю. Может, я тогда еще в другом статусе находился. А по поводу того, что он там уже из бюджета что-то пытается вытащить, ну, так я так понимаю, он еще не вытащил-то ничего. Он работает над этим. Так вот, в том-то и дело. Вот это вот работает-работает и как бы ничего в результате-то не работает. Вот это меня и волнует. Вы сначала сделаете, потом говорите ГОП. А то так получается, я генеральный исполнитель, все, вступил в должность, обязал тех-то, тех-то. А результата до сих пор нет. Отпечаток уже, все действия рождения, он поставил. А его же многие смотрят. Сейчас многие захотят то же самое сделать. А потом будут волосы на себе рвать, потому что бумагу погасили. Возможно. Ну, это пока я еще ничего не делала, не разобралась. Я дала тоже публичное уведомление в газету «Хочу СССР-2». Там как пропечатали. Ну, а там дальше буду думать, разбираться. Добро, Наташ. Благодарствую за вопросы. Давай, Вит, перейдем к другим вопросам. Тут еще вопросы есть. Да, да, конечно. Благодарствую. Тут кто пишет? Ирина. По приставам ребята только через свои осознанные действия. Антон прав. Пока сам опыт не получишь, ничего не поймешь. Изучайте. Благодарствую. Благодарствую. Так. Вопрос. Если на тебя составляют протокол, а ты представляешься как живой мужчина, хозяин имени, такой-то их это не устраивает. Им нужны данные персоны. Ну, что? Я так и говорю. Они выходят ко мне такие. Антон Николаевич. Я говорю, нет такого. Он говорит, а кто есть? Я говорю, живой мужчина, хозяин имени, Антон. Ну, в общем, мне это, ваши фамилии, имя, отчество нужны. Уточните. Я говорю, фамилии, имя, отчество, персоны? Булгаков Антон Николаевич. Он так думает. А, хорошо, все. И пошел писать. Я себя персоной не признаю. Тебе нужны данные персоны? На, вот данные персоны. Почему я? Я могу и не давать. Я могу сказать, а ответ на этот вопрос является платным. Делаю вам оферту. За то, что я вам даю свои персональные данные, вы обязуетесь мне выплатить прямо тут же здесь и на месте два килограмма золота. Все. Давайте, два килограмма золота я вам сообщу фамилию, имя, отчество, персоны. Ну, конечно, они посмотрят, как вам надо такого, но это все игра. А я с ними играю в другую игру. Пожалуйста, я вам даю персональные данные. Но я хочу именно проверить, как у вас пройдет вот этот протокол, на котором я оставлю эти запретные все надписи. Я зарядил протокол. Я вот сейчас проверяю вот эти вот все надписи, я их проверяю. Сейчас мы все увидим, чем это закончится. Это уже длится 20 дней. Они ничего не могут сделать с этим протоколом. Так, и им нужны данные персоны, как правильно заявить свою правосубъектность человека или живого, дабы отклонить их оферту на посещение их заведения. Они же начинают крутить за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. это про маски. Ой, я уже давно для себя уяснил, что ни в коем случае нельзя сопротивляться. Ну, говорят, пройдемте. Пойдем, в чем проблема? Ну, можно задать вопрос, а если я не подчинюсь, что будет? Тогда мы, они говорят обычно, а тогда мы применим физическую силу. О, все, под принуждение, под вашу ответственность. Пойдемте. спокойно уже к этому отношусь. Раньше сопротивление, что-то там, какое-то внутреннее сопротивление было, но физически ни разу не сопротивлялся. Берут под локоть, все, вы применили ко мне физическую силу, я вынужден подчиниться, пошли. А сейчас даже до рукоприкластвования доходит. Так, а живые вопросы есть? Кто-то хочет поговорить? Нет? Народ. Друзья, напишите, кому предоставить слово. Ну, там я смотрю в чате вопросы пишут. Без паспорта даже сим-карту на телефон не продадут. Ну, многие этот вопрос решают элегантно, через других людей берут сим-карту. Ну, есть небольшие трудности, но это тоже можно решить этот вопрос. В больнице на прием не примут без паспорта? Обязаны в любом случае. Так, и что, желающих нет общаться, что ли? Ирина, задавайте вопрос. Есть, есть желающие. Доброго здравия всем. Привет. Привет, Антон. озвучу. Да, у меня вот есть вопросы для уточнения. Я их в чат скинула по паспорту, потому что есть некое недопонимание. Значит, поясните, что дает снятие персоны с регистрации. Имеет ли смысл делать утрату паспорта и получать временную справку? И что в этом случае с так называемой собственностью на имущество, оформленное на персону? Ну, вот такие вот вопросы, потому что, да, ну, скажем так, много пишут уже вот и Сергея материалы изучаю, и сейчас, ну, то есть и ваше видео, твои, Антон, и Топорков, и, в общем, все, что присутствует в интернете, да, это все, скажем так, изучается, просматривается и Андрей Перм, и Сергей делай сам, думай сам, ну, то есть все, все, кто есть, все просматривает, все изучается, вот, то есть пишу много, то есть с банком тоже ипотека разбираюсь, поэтому вот возникают вопросы, которые недопонимаю, поэтому, если есть такая возможность, поясните, благодарствую. Так, по поводу, что дает снятие персоны с регистрации? Да, первый вопрос был? Да. Значит, я знаю результат, что происходит после этого, ну, со слухов, я этого не делал, но это, у меня есть информация. Первое, что проявляется, это то, что, придя на выборы, вы не обнаружите данной персоны в листах избирателей. Все. Да, у данной персоны нет права голоса. она пропадает из реестров прописанных, то есть, зарегистрированных, не прописанных, а именно зарегистрированных в РФИ. И, соответственно, раз ее нету в выборах, насколько мне известно, на эту персону не могут, ее не смогут никто найти. Допустим, налоговая захочет какой-то штраф выставить, или приставы захотят там какой-то штраф выставить, или там, участковый придет, вы просто открываете дверь и говорите, да тут нет такой персоны, она вообще тут не зарегистрирована. А можете вообще дверь не открывать. Даже вот налоговая захочет выписать какой-нибудь штраф, или что-нибудь там, нарушение правил дорожного движения, по идее, штраф нужно присылать куда? По адресу регистрации персоны. А персона нигде не зарегистрирована. Куда присылать? Неизвестно куда. Все. Штраф зависает в воздухе. Вообще, само по себе проблематично снять персону? Есть ли они какие-то палки в колеса? Персону снять с регистрации элементарно. Процедура, она написана в интернете, это там, можете через ГАЗ правосудия подать так называемое заявление, и потом просто приходите в ФМС или в МФЦ, предъявляете там оригинал этого паспорта, и все, и вам просто это снимают с регистрации. Там процедура бы быстрая, элементарная. То есть вам, если ГАЗ правосудия есть, там один раз надо съездить, и все. Нет, к сожалению, нету, госуслуги тоже снесла. Ну, тогда почитайте, там, ну, в интернете полно информации, как это делается. Там, скорее всего, это через МФЦ делается, либо через паспортный стол. Ну, если я правильно понимаю, можно просто в МФЦ прийти, заявление написать. Не обязательно через МФЦ, там, может быть, через УФМС. Надо почитать. Ну, то есть набирать, там, снять с регистрации персону с, этот, 2021 год. И читайте статьи. Благодарствую. А вот утрату паспорта, я слышала, тоже делают, пишут заявление, что паспорт утрачен. Имеет смысл получать вот эту справку временную? Может дать? Многие получают, потом ее через нотарию продлевают и делают это исключительно для того, чтобы путешествовать без проблем. Ну, и как-то взаимодействовать с системой. Когда выгодно, показывают. Когда не выгодно, нет ничего. Ну, да, просто у меня было несколько встреч с полицией, тоже пока паспорт не предъявляешь, то есть из пяти встреч у меня ни одного протокола нет. Вот, поэтому да, то есть есть у меня тождество нотариальное, но оно тоже на персону, скажем так, не устраивает оно меня. То есть нотариусы, они тоже понимают эту всю фишку и не хотят. Несколько нотариусов я обошла для того, чтобы найти, чтобы кто-то написал и то, конечно, не то, что мне хотелось. Поэтому перестала использовать эти тождества. Хотя в некоторых случаях они мне сильно помогли. Вот, и что с так называемой собственностью, то есть то, что оформлено на персону, да, те же самые ипотеки, те же самые кредиты, то та же самая любая собственность, которая у нас есть, она же вся оформлена на паспорт. Вот, если отказаться от паспорта, справка. А у меня еще, знаете, Антон, какой вопрос? Есть ли какой-то опыт, вот даже вот этот вопрос я бы поставила главнее, чем имущество? Что делать с просроченно, ну, закончилось водительское удостоверение? Вот какой-то опыт есть по получению сейчас нового водительского удостоверения в свете вот этих событий, которые мы обсуждаем? Нет, тут ничего не могу сказать. У меня у самого водительские права сколько, четыре года назад закончились второй раз. И я, у меня даже мысли нету пойти новый получить. Оно мне просто не надо. Ну, вот в том-то и дело, что надо бы их получить. Они закончились летом. И пока я такого опыта ни у кого не встречала, никто не может мне дать какого-то вот... А в чем у тебя проблема-то? Ну, я не хочу получать те водительские удостоверения, которые они предоставляют, да, учитывая, что это все юрорганизации и все юрлица и ГИБДДшников как таковых нет. Вот кому я должна пойти по сути вот так? А не пробовала выйти на уровень общины? То есть я слышал, что общины выдают такие документы? Ну, в моем окружении нету. Получается, что у меня даже в моем близком окружении соратников нету, с кем бы можно было какие-то вопросы обсуждать. То есть просто стена. Обратите внимание, окружение, круг, плоская фигура. Обратила, да, благодарствую. Хорошее замечание. Расширяй свое окружение и делай его не плоским, а объемным. Услышала. Смотри, смотри, не только влево, вправо, вперед, назад, но и вверх, и вниз. Расширяй свой, как сказать, не круг, а свой шар общения. Благодарствую, да, очень точное, это очень емкое, очень точное замечание. Благодарствую. Ну, тогда, наверное, у меня вопросы закончились. По поводу формы 1П еще хочу сказать. Вот ты говоришь, там, отказалась от паспорта, да, получается, я вот специально поехал в отдел полиции без документов, и я прекрасно знал, что они все равно по форме 1П оформят. Ну, личность персоны, они установили по форме 1П. Да, они и так меня там знают, уже все наслышанные. они меня издалека знают, что там, где посмотреть и как, что распечатать. Да, но им же надо что-то писать. Так вот, они в протоколе, который я показывал, если вы заметили, там написано, личность установлена по форме 1П. Ну, это мне тоже известно, да, форма 1П. Да, то есть им пофиг, какой у тебя там, есть у тебя паспорт, нет у тебя его, сжег ты его, испортил, сдал, вообще без разницы. Они по форме, они ориентируются на форму 1П. И, соответственно, вот эта форма 1П, ну, там можно, конечно, на так называемом суде сказать, слушайте, форма 1П вообще не является документом, застверяющим личность, а тем более его копией. Ну, есть вопросы, да, над которыми стоит задуматься. Хорошо, Антон, благодарствую. Так, тогда, наверное, как-то там отключить, надо микрофон, дабы дать возможность другим участникам. Благодарствую. Благодарствую, да, доброго здравия. Так, 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 у меня снимают с пенсии 30% на оплату по кредиту, как можно сказать, при этом, что они работают незаконно, что этой фирмы нет. Ну, как, как, открываешь рот, двигаешь языком, на выдохе произносишь слова. В этом вопрос заключался. Как можно сказать приставам? Ну, подходишь к приставу и делаешь те действия, которые я озвучил. Какой вопрос, такой ответ? Ну, народ, вывод это, я смотрю, я, конечно, понимаю, что многих достали, многим режут и свет, и газы, и электричество, и полный беспредел в стране происходит. Ну, сегодня у нас тема именно живых. Вас интересует именно как по теме живых вот это все прекратить, сделать? Я еще не знаю, но я это стараюсь выяснить. Есть разные инструменты, там, и досаменные надписи. Самый первый эффективный инструмент, который я обнаружил, это именно видеопоходы. Почему они все позакрывались? Почему они личный прием прекращали? Почему у них канцелярии все позакрывались? Почему у меня дальше первого этажа нигде в одном здании не пускают? Потому что как со мной не общайся, все равно видео получится интересно. И вы это видите прекрасно. Даже не проходя дальше первого этажа, все равно видео интересно получается. пробуйте разные варианты, не сидите на месте, и по законам РФ пытайтесь там что-то сделать, и по теме живых, и видеопоходы, и звонки. Тут дело такое, под лежачий камень вода не течет. так, давайте вживую, я говорю, мне вот это вот, я не люблю вот эти вот, ну как, люблю, но уже вот три дня прошло, я вот в субботу пять с половиной часов отвечал на вопросы, которые мне писали. Пять с половиной часов. Сейчас мы вот час сорок ведем эфир, а я с тремя человеками только пообщался. Давайте в живое общение. Так, до какого срока надо успеть выйти из системы? Да не до какого, когда осознал, тогда и вышел. Сначала надо мысленно выйти, быть готовым к этому, а потом уже действия делать. Ну, Наталья руку тянет. Так, Наталья, угу. Ты им сам, да, микрофон включаешь? Да, да, сам. Да, Наталья? Да, Антон, вот еще, ну, я не знаю, вопрос не вопрос, просто я хотела бы такую мысль сказать, что вот женщина и мужчина, да, это как самое высокое, выше всех живой женщина, живая женщина, живой мужчина. На данный момент. Да, да, а вот все эти персоны, которые создаются, и как мы, как сторона одна их создаем, ну, вот что касается, например, паспортов, да, или там этих же водительских удостоверений, вот, например, ну, и всего другого, других документов. Мы, одна сторона, и другая сторона, как бы, две стороны участвуют. А вот свидетельство о рождении, там родители наши участвовали, как бы, даже без нашего участия получилось, создан был гражданин. Но это является все равно нашей собственностью. Вот, что хотел еще добавить, Андрей из Перми, очень хорошие документы ведь он составил, что он-то вот делает именно упор на то, что это наша интеллектуальная собственность, а есть комиссия по интеллектуальной собственности международная. Вот он нашел информацию и на нее опирался. То есть мы просто-напросто можем запретить им пользоваться нашей интеллектуальной собственностью. И даже, в принципе, можно запретентовать там имя свое, к примеру. Вот ты как на это смотришь? Ну, очень положительно, потому что у Андрея не просто это на словах, а он на практике это все проверил. От него гаишники убегают. Да, да, да. Он как аферты им выставляет, в том-то и дело, что если вы будете пользоваться, то заплатите мне пять, сколько он там, миллиардов гебариков просит. Так совсем немножко. Там не просто аферты, там именно с уклоном на интеллектуальную собственность. В случае воспользования моей интеллектуальной собственностью, вы обязуетесь выплатить такую-то сумму. Да, все правильно. Да, вот это он очень хорошо нашел информацию, я с ним вполне согласна. Тоже пытаюсь сейчас вот этим пользоваться. Вот еще до этого я просто сделала отзыв, согласие, ну как от персоны написала, потому что у меня кредитная карта, они начали меня доставать, я не стала платить, надоело мне это все уже. Они начали доставать звонками, звонками, но я не разговаривала с ними, прекрасно понимая, кто там звонит, коллекторы какие-то. И я сделала отзыв, согласие в банк ВТБ. И после этого все звонки прекратились. Они мне ответили, я еще не получила письмо, но пойду, получу. Потому что я требовала ответа в течение 10 дней предоставить, вот в течение этих 10 дней, и ответ пришел на почту с заказным письмом. Но звонки прекратились удивительным образом. Вот таким образом. Ты знаешь, вот у меня, я в течение двух с половиной лет, да даже больше намного, у меня телефон автоматически пишет все разговоры. И я не то, что кому-то там что-то запрещаю или запреты кому-то отправляю, или говорю, не звоните сюда больше. Наоборот, я жду звонков, звоните мне. Чем больше вы мне звоните, тем больше у меня видео на канале. Это относится не только, я имею в виду, не вас, тех осознанных, кто стремится к знаниям, а я имею в виду тех всяких коллекторов, рекламщиков и т.д. Когда они мне звонят, у меня аж улыбка сразу на лице. О, очередной урок, очередной ученик позвонил и учитель одновременно, и я с ним давай. А вам бы понравилось, если бы вам днем и ночью с подобными предложениями звонили. Не понравилось? А почему вы делаете то, что вам не нравится? Так вы что, душой кривите? Так вы еще, наверное, роспись где-то поставили, договор заключили. А роспись-то кому нужна? Богу-то ваша подпись не нужна. То есть вы подписали какой-то контракт, поставили подпись, еще это за деньги, и за деньги кривите душой. Продали душу. А кому ваша подпись нужна? Богу ваша подпись не нужна. И вот в таком ключе, короче, с каждым так разговаривают. Так они там, у них там что-то переворачивается, и больше оттуда звонков не поступает. Я слышала у тебя один разговор, да, мне очень понравился. Ну, то есть я долго на эту схему выходил, вот на такой сценарий. Я там и кричал, и, я не знаю, и больше не звоните, я запрещаю, и вам оферты выставляю, там, и что только не говорил. А потом думаю, стоп, а что, что это, ну, как бы, я понял, что не надо ни мозги напрягать, ни, ни голос, ни время тратить, надо просто поговорить по душам. И вот через такую, через такой сценарий я просто выхожу на разговоры по душам. До ее души, да, наношу, что ее, что ее тело вообще по, это, делает против воли души-то. Или точнее, по воле, но просто, что произошло до этого. С кем контракт заключен? За деньги кривить душой. Да, благодарствую. Благодарствую. Так, тут вопрос есть. Вопрос, порядок документально, каков порядок документального объявления себя живым? Сергей, думаю, сам показывал в суде какой-то документ с печатью из Минюста. Есть инфа, вопрос. Нет, не знаю, впервые об этом слышу и не видел, и не знаю, тем более про Минюст. А вот какой порядок документально объявить себя живым? Тут нет никакого порядка. Каждый сам решает. Можно к нотариусу сходить, можно самому написать, можно через общину, можно через других таких же живых осознанных вариантов множество. Можно через патчмейстера, через почту и т.д. и т.п. Таких вариантов очень множество. Очень много. Выбирайте сами. И алгоритма вы никогда не найдете, потому что все индивидуально, все это. для каждого разные условия абсолютно. Так, 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 читал до 17 марта. Да забудьте вы про это 17 марта. Таких 17 мартов еще знаете, сколько будет? Каждый год как минимум по одному. Так, с чего там? У меня микрофон, так, Людмила. Что вы подразумеваете под выходом из системы? Ну, прекращение любого взаимодействия, когда система тебя просто не видит. Невидимка для систем. Когда тебе пытается штраф выписать, а в базе нет такой персоны. Когда пытается штраф прислать куда-то, а в базе нет такого адреса, там не зарегистрирована персона. Вот как я говорил про мужчину, которого назвали никто, сюжет, из Екатеринбурга. Там вышла прокурор и говорит, юридически его не существует. И чтобы его обратно как-то в систему прописать, там, свидетельство выдать или паспорт, то нужно там, говорит, решать через суд, чтобы суд решил, чтобы были приглашены свидетели, двое, как минимум, чтобы они подтвердили, что это именно он. Так если суд вот таким образом может подтвердить, что живой мужчина является персоной и выдать ему паспорт, то почему нельзя сделать обратную ситуацию? Прийти в так называемый суд с двумя очевидцами и сказать, я больше не персона, я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Будьте добры, заберите свой паспорт и выдайте мне, я не знаю, там, справку или что, или пропишите у тебя у себя в системе, что я отныне живой мужчина, хозяин меня, Антон, а не персон. Можно такой вариант под это сделать. Вон этот, как его зовут там, Михаил Алферов, что ли, с Кемеровым. Вот он там, у него судебные тяжбы идут по поводу фамилии его персоны. Там, оказывается, выяснилось, что в этом, в русском алфавите 32 буквы, а не 33. У него же Алферов, а ему там что-то на Алферов пытаются переделать. И вот он через суд там сейчас у него заседание проходит. Поэтому нам и в ЗАГСе намекнули, что оживиться можно через так называемый суд. Когда ты приходишь и живым словом, и своими знаниями, и своей осознанностью можешь доказать, что ты на самом деле живой, и ты осознанный. А не так, на словах. И не на бумаге, а на самом деле. Вопросики. А вы, народ, вообще умеете тут руки поднимать? Я вот смотрю, Сергей руку тянет. Ему как-то можно включить микрофон? Да, да, есть. Сергей, включите микрофон. Да, включил. Включил. Привет. Здравствуйте. Я вот хотел спросить вот по поводу паспорта. Там с ним надо что-то делать? Потому что тут видео было, там люди идут, меняют паспорта, значит, закрывают какую-то графу там, чтобы не распространяли их данные. Такой вот вопрос. А что значит надо? Вот у тебя что, ситуация возникла какая-то, или тебе просто интересно? Ситуация не возникла, просто вот есть там какая-то графа, я сейчас не помню, как она называется, замер распространения данных, потому что по ней там присваивают вот этих вот попечителей. 18 пункт. Да, да, да. Так, в чем вопрос? Ну, вот вопрос, там паспорт СССР будут выдавать или как? Не знаю, может и будут. Пока еще неизвестно. И вот скоро там с ЖКХ у меня там борьба предстоит. Вот, все время деньги вымогают. А это борьба на каком ринге будет? На боксерском или каратешном? Пока еще не знаю. Пока еще не знаю. Ну, ты намерен именно бороться или учиться? Ну, я хотел бы, конечно, и бороться, и учиться, потому что, ну, сколько можно терпеть этот беспредел? Ясно. Тогда, если ты собираешься бороться, запасайся бинтами, там, кремами, различными обезболивающими, это, щитами, шлемами и т.д. и т.п. И вот скоро еще предстоит это со штрафом за парковку тоже меня одолели, потому что вас фотографировала камера, я уже им написал ответное письмо, что я не пользовался вашей парковкой, не останавливался, то есть не стоял на вашей парковке, я просто проехал мимо, приостановился, посмотреть номер дома и дальше уехал. Вот. тоже вымогают деньги. Ну и что, тоже намерен бороться? Ну да, я не собираюсь им ничего платить. Ну тогда приготовься, что против тебя на ринг выйдет целая система, а ты будешь один. Ну вот да, вот как бы это пугает, потому что опыта нету в этом плане, поэтому хотелось бы, конечно, знаний бы по этому поводу набрать. Тебе нужен совет? Ну да, на первое время хотя бы. Ну первый совет, на который я тебе уже дважды намекал, это изменить свое отношение к данной ситуации. Ты относишься к данной ситуации как к атаке со стороны неизвестных лиц, и поэтому ты собираешься с ними бороться, то есть самозащитой заниматься и даже атакой. То есть ты, я тебе почему говорю про ринг, вот это вот, карате, татами и все остальное, потому что ты говоришь, буду бороться. В любой борьбе есть проигравший. Я же тебе говорю, если ты выйдешь на ринг и начнешь бороться, то против тебя выйдет целая система. С полицией, с судами, со всеми административными ресурсами и т.д. и т.п. Я понял, тогда у меня как бы другой вопрос, как мне поступить в данной ситуации по поводу вот этого ЖКХ, вот этого штрафа, как мне грамотно выйти из этой ситуации? По поводу штрафа не знаю, по поводу ЖКХ смотри мои видео, мы как бы вот этот первый этап судебным приказом его все научились проходить, а вот когда они повторно подают исковое заявление, тут мало у кого опыта. И я даю это, даю вот эти вот на основании документов Виктора Боргданова и даю это как по законам ЖРФ их это распластать так, чтобы они вообще иск отозвали. Ну вот мне хотелось бы конечно овладеть этой наукой и самому защититься и другим людям помочь, которые... Вот, вот, самое главное к чему я тебя подводил, измени свое отношение к ситуации, не борьба, а учеба. Да, да. Как только ты начнешь учиться, ты начнешь приобретать опыт в любом случае. Да, вот я вот походу перефразировать да, свой вопрос. Потому что в учебе проигравших нет, в учебе только есть те, кто получил опыт. Да, согласен. Мне нужно конечно знание, чтобы сам себе мог помочь, чтобы другим мог помочь. мне не хватает знаний. Вот это конечно хотелось бы приобрести. Знаний может и не хватает, но я тебе так скажу, творец испытаний не по силам не дает. Вот из этой пословицы следует, что у тебя есть все на данный момент, чтобы справиться с данной ситуацией. Ты просто не видишь инструменты, которые у тебя под руками. Соответственно, тебе нужно вот этот свой кругозор переделать его в сферозор и посмотреть не только влево, вправо, вперед и назад, но и вверх, и вниз, и внутрь, и наружу. Короче, оглянись, осмотрись, поищи в интернете и тебе само все придет. Просто приложи к этому усилию. Да, я вот сейчас хочу приложить к этому усилию, набраться вот этих вот всяких законных, нормативных актов, потому что я знаю, что все это незаконно, но мне нужно на что-то опираться, мне нужно что-то говорить, конечно, показывать, на каком основании там и все такое и прочее. Поэтому, конечно, да, в этом плане мне нужно подучиться, потому что я не владею юридическими знаниями. А самый лучший университет знаешь какой? Какой? Вот когда спрашивают образование в полиции там или где или анкетируют, спрашивают, у вас какое образование? Вот мне понравился ответ одного человека, мужчины, он начал отвечать, говорит, наивысшее. Говорит, а как это наивысшее? Он говорит, а вот так самообразование называется. Это хорошо, да, конечно, самообразование. Одно дело, когда сам учишься, другое, когда кто-то тебя может научить, подсказать, это как-то проще и лучше, когда есть у тебя тренер. Одному, конечно, учиться самообразованием заниматься очень тяжело, конечно. лучше бы, конечно, чтобы кто-то подучил. Так будет и проще, быстрее и более эффективно, потому что по незнанию можно шишек набить. А когда уже опытный человек, который имеет правовые знания, тебе может посоветовать, подсказать, конечно, так гораздо проще и умнее. Так, на вопрос ответил? Ну, в общем, да, да. Ну, как смог. Какие знания есть, такие выдаю? Буду, конечно, следить за передачей, буду, конечно, копошиться в интернете, надо набирать знания, тогда я уже смогу... Самое главное отношение поменять, что не надо ни с кем бороться. Увидел так называемое врага. Вот все его видят, говорят, о, враг пришел. А я говорю, где? Нету нигде. Учитель великий пришел. Давай учиться, заходи, будем это... Давай, что тут, какой урок, давай, показывай условия, там, все это... Что должно получиться, сейчас будем решать это все. Ну, да, и потом грамотный полководец, он всегда или воин всегда, как бы, сначала сделает переговоры, чтобы избежать войны. Да, опять война, опять полководец, да что ж такое? Я тебе говорю про учебу, ты мне прав, опять про войну. А это все к этому относится, чтобы не сразу в атаку бежать, а чтобы дипломатическим путем разобраться. Опять атака, опять дипломатический путь. чтобы избежать всяких этих... Избежать чего? Уроков? Нет. Ты вот сейчас хочешь избежать конфликта, войны, а я слышу, ты хочешь избежать уроков. Для меня неприемлемо избегать уроков. Вот мне, когда вчера звонил мужчина, говорит, слушай, говорит, а мне приходят повестки, а я их это, беру и в урнам выкидываю. Говорит, плевал я на них. Я говорю, ну, молодец, ты свои уроки все в урны выкинул. Чему ты научишься? Да, и потом, как бы, уходить от проблемы, это не значит ее решить. Ты говоришь, я хочу найти способ, как избежать этого. Зачем этого избегать? Наоборот, надо за это... Раз творец дает урок, значит, он тебе нужен, а ты его избегаешь. Запомни, есть такое, ну, неправило, даже не знаю, можно сказать, что это кон. непройденные уроки повторяются и усложняются. Да, вот я и хотел бы, конечно, грамотно все это сделать бы, конечно. Не хватает... Ну, не хватает пока знаний, да, их нужно приобретать, и, конечно, отворачиваться от этой проблемы нельзя. я это тоже понимаю. Нужно идти вперед, не отворачиваться, не уходить от проблемы, надо ее решать, конечно. Иначе тогда ничего не дадим. Я надеюсь, я донес до тебя свою мысль, мы можем перейти к следующему собеседнику. Да, конечно, все понятно, спасибо. Благодарствую. узнать о следующем вот... Когда вот выпуск? Я первый раз только вот... Сегодня? Да. Ну, я так понял, каждый вторник? Каждый вторник? В 19 по Москве. Да, Сергей? Сергей, вы где информацию узнали о сегодняшнем вебинаре? А вы мне прислали ВКонтакте. Ну, вот, значит, увидите, следите за рассылками, и все будет нормально. Ой, замечательно, спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. Антон, посмотри, пожалуйста, вопросы в чате. Да, читаю, тут вот интересный вопрос. Так, 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 кто задает? Людмила плюс. Серг, благодарю вас за участие, глава круга. Наталья сказала, что она сняла персону с регистрации, я об этом. Достали все ЖКХ, работы нет, а всем копейку подай. Я не знаю, как правильно поступить, страшно за внуков. Мы в этом дурдоме долго будем находиться. Если вы думаете, что вот этот дурдом когда-то закончится, сам по себе, никогда. Задача системы, как можно больше устраивать этот дурдом. Этот дурдом будет нарастать. до тех пор, пока вы не встанете и не скажете, хватит, надоело. Вот я так встал три года назад, когда мне пришел счет за квартиру 15 тысяч, хотя обычно там 2-3 тысячи, а тут бац, и 15 тысяч. Я сказал, ни хрена себе, я что, должен воровать, что ли? Где я возьму 15 тысяч, не работая? Я начал во всем разбираться, задумываться. И вот сейчас пошли первые звонки по городу Сургут. Якобы из-за того, что были морозы в январе, сейчас за однокомнатную квартиру пришел счет 21 тысяча рублей. И таких платежек очень много по Сургуту. И все просто в шоке, как так? Даже с северными зарплатами это очень много. А у них одна отговорка, типа, ну, типа морозы были. Там на отопление все ушло. А если минус 56 ударит, вот как было лет 7 назад или 8, неделю минус 56 было, тут что получается? Под 100 тысяч должны платить за однушку в месяц. Так что ли? При том, что вот это тепло, оно вообще с электростанции, это, по идее, нам должны доплачивать за то, что мы охлаждаем вот этот пар, который идет с электростанции после производства за электричества, за которое мы тоже платим. Ну, это если логически подумать, то так это и выходит. И это на самом деле так. Просто люди привыкли платить и все. Так что этот дурдом никогда не прекратится, пока мы не скажем все, хватит. Вот я сказал. так, а как стать невидимкой? Ну, как, я же пояснил. Вы сами невидимкой никак не станете, это фантастика. А вот персону можно это снять с регистрации. и некоторые паспорта возвращают под акт, как-то находят процедуру, как это сделать, как возвращаются. Кто-то фотографии вырезает, ну, там какая-то... Я много видео видел в интернете, как паспорта сдают обратно в МВД. И после этого все, система перестает видеть. Вон же сказали про этого мужчину никто, что юридически его не существует. Вот это и есть невидимка для системы. Человек есть, вот он стоит, разговаривает, мужчина. Она его видит. Он видимый, он осязаемый, он дышит, он все двигается. Но юридически его не существует. Нет его. Так, Людмила, посмотрите на ютубе. Так, если в 1П не расписаться, это что-то дает? Ну, я точно знаю, что нельзя вдаваться в крайности, не расписаться и поставить крест на форме 1П или там и вообще его уничтожить. Это две крайности. Нужно так дописать, чтобы зарядить эту форму 1П своих интересов. Ну, сейчас многие говорят, что надо просто писать это без оборота на меня, на мое имущество, сохраняя за собой все права. Ну, то, что я вам показывал в самом начале, то, что я писал в протоколе. А в самом паспорте без оборота на меня CFBuy и все. Buy AR. Так я еще не видел, чтобы кто-то делал. наверное, уже скоро сделают. Потому что вот эта волна, она поднялась по поводу замены паспортов и получения их без росписи. А сейчас они регламент обновили. Обязательно нужно расписываться, насколько я знаю. Так, по новому регламенту они не выдают без росписи. Во! Заставляют расписываться. Во! Так надо так расписаться, чтобы это и векселем не было, и сохранением всех прав. Вот я вам показывал, что надо писать. Протокол уже 20 дней где-то гуляет, и ни на сайте, нигде его нет, решение не принято. Король Елена Петровна, так называемая судья, она вообще что-то потерялась. Не звонить, не пишет, ни повесток не присылает, ничего. Исчез куда-то протокол, и все. И с материалами дело не знакомит, хотя я уже направил, что хочу ознакомиться. Так, 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 вопроса не вижу. Вопрос. Выходя из системы РФ, мы остаемся в мировой системе. А что за мировая система? Микрофона нет. А как микрофона нет? Приходите в Zoom без микрофона. А что-то я смотрю, руку никто не тянет. народ, если вы хотите позадавать письменно вопросы, то приходите ко мне в субботу в прямой эфир на канал Сургут Назор. Вот там я этот текст читаю. Я сюда пришел вообще в живую пообщаться. Если никто не хочет в живую пообщаться, ну, я не знаю, давайте Сергеем пообщаемся. У него наверняка есть какие-то вопросы. Там на все вопросы ответили, да? Да, Сергей, я не хочу в письменном виде отвечать. Мне этого раз в неделю хватает. Я пять с половиной часов отвечал в субботу на письменные вопросы. Я еще не отошел от этого. Я только к субботе от этого отойду. Я рассчитывал, что сегодня будет живое общение. Друзья, ну, кто еще хочет в живую пообщаться? Давайте руку тянем. Ох, у меня здесь вьюга воет. Джулий, Казахстан. Так, ага. Ну, я попросил включить микрофон. Включайте. Еще раз выключила. Здравствуйте, Антон. Эта тема меня интересует. Я бы хотела узнать, в Казахстане есть живые люди, чтобы у нас же законодательство другое. У вас-то все ссылки по РФ, а в Казахстане все другое, чтобы как бы, ну, уже правильно все делать. Законодательство, законодательство и страна не имеет значения. Я тебе даже скажу, если вдруг где-то кто-то окажется на Луне, то там не важно, какое законодательство. То есть, страна не имеет значения. Живые люди есть везде. И, как тебе сказать, даже те, кто осознал себя живым и двигаются по этой теме, по всему миру это развито. И мне звонят не только с России, мне звонят и из ближнего зарубежья, из дальнего, из Бразилии, из Чили, из США отовсюду звонят. Везде есть же вы, ищите. Начинаешь изучать, и везде ссылки на законодательство, РФ, на такая статья, то есть, я беру наше законодательство и примерно эти же статьи смотрю, да, у себя. Законодательство Казахстана можно, а, ну, ты имеешь в виду по РФ, и да, как? Да, вы же в РФ всегда какие-то ссылки, туда идти, сюда идти, везде ссылки, там статьи, идите вот так сделать. Я просто ссылаюсь на них, вот на эти законодательства РФ, просто для примера, чтобы было четкое понимание, да, потому что вот даже многие системщики с ними бесполезно разговаривать на живом языке, какие-то им примеры из жизни приводить, потому что для них авторитетом является только законодательство РФ, и то нифига. Поэтому я, вот, даже в общении с живыми там стараюсь это показывать и свое мнение высказывать, и ссылаться на законы РФ. Вам, в принципе, то же самое нужно делать, то есть ссылаться на законодательство Казахстана. Я не знаю, какое оно у вас там, но, скорее всего, оно на 90% совпадает с российским, там особой разницы нет. Просто смотрите ту статью, которую я назвал, там, или примерные статьи, там, или ищите на русском, а потом то же самое пытайтесь найти в своем законодательстве. Разница небольшая, там, я говорю, на 90% все совпадает. Хорошо. А еще скажите, по субботам у вас в Телеграме вот Сургутнадзор2, там, да, вы проводите по субботам? Канал Ютуб, Сургутнадзор2. В Ютубе, ага. Потому что я в ВКонтакте подписалась, вот на вас, на Сергея, а сегодня все, украли мою страницу, взломали и все, как будто нет этого контакта. Это не я. Система действует уже тут же. Это не я. Это система, да. До этого контакт 100 лет был, да, сегодня все. А вот. А, ну, это вполне возможно, я же говорю, тему живых сейчас это пытаются всячески задушить. Ну, поэтому я поздно и подключилась, потому что в Телеграме пока у вас нашла ссылку, нашла, в конце подключилась. А в субботу в какое время в Ютьюбе? Ну, обычно в 16 МСК. Ага, по-нашему, значит, 7. Окей, все, спасибо большое. Благодарствую. Так, Евросинья, слушаю. Здравия, Антон. Привет. Хочу вас спросить, ну, я не в России, это у меня просто почтовый ящик, и по нему перешла, не знаю, как переключить, поэтому Екатерина меня зовут. Вот. Я хочу узнать, знаете, какой вопрос? О том, как вот вы говорили выйти из системы, то есть снять персону с учета. Это где нужно делать? В МФЦ? Или это, вот я немножко не поняла, я слушала и не допоняла. Или это куда-то идти, куда, ну, в МВД или куда еще? Значит, заходишь в интернет, выбираешь любой поисковик, Google, Яндекс, набираешь снять персону с регистрации, услуга 2021 год, и читаешь множество статей. Сейчас у них немножко там поменялось, сейчас они там, раньше это делалось только через ОФМС, до этого, по-моему, только через ОМВД, а сейчас они это и через МФЦ, и через паспортный стол, там несколько вариантов. То есть выбираешь себе тот, который тебе наиболее удобный. Там есть и подать вживую через МФЦ заявление, а можно через Газправосудие, то есть если есть этот аккаунт на Газправосудие для персоны, то есть можно так, можно через паспортный стол, они там потом передают все равно в МФЦ, в ОФМС, потом возвращают, переходишь в паспортный стол. Все зависит от того, как тебе удобнее. Вот мне удобнее всего было через Газправосудие оформить, а потом просто съездить в ОФМС. Я так и сделал. А если сразу в ОФМС, это как бы есть или это нужно только так, какими-то путями через МФЦ. Вот это пенсионное МФЦ. Только так. В общем, ладно, я поняла, я найду. благодарю. Мне вот это было интересно. Во-первых, смотри, используешь поисковик, чтобы найти информацию, читаешь несколько статей, для тебя сразу станет ясно, что нужно и как сделать. А если тебе нужны уточнения, просто позвони в ОФЦ, в ОФМС и в паспортный стол, и у тебя все вопросы отпадут. Ясно. Поняла. Процедура элементарная. Это процедура элементарная. Пишешь заявление, неважно, как ты его подаешь, в электронном или в писанном виде, а потом приходишь с документами, тебе там что-то делают и все, и уходишь домой. Все. Благодарю. Благодарю. Здравия вам. Благодарствую. Антон, посмотри еще вопросы в чате. Так, так, про живых это было. Так, увы, где это видно, что-то не ясно. Так, вопрос. Скажите, пожалуйста, кто знает, что будет, если погасить паспорт абсолютной печатью, имеется в виду отец большого пальца. Ну да. Так, каковы последствия? Некоторые считают, что так происходит избавление от опекуна. Ну, Топорков так сделал, он в этом свидетельстве о рождении поставил, ведь отпечаток большого пальца, но не в паспорте. Так, абсолютная печать ставится в графу личный код, другой вариант UTC 1.308.4, что избавляет от любых долгов по данному контракту. Что вы думаете об этом? Ну, у нас один человек поставил вот эту печать UTC 1.308, там без ущерба, короче, над росписью в паспорте. И после этого возникли проблемы с использованием данного паспорта. вплоть до того, что критическая ситуация, кушать нечего, потому что невозможно ни карточку получить, ни зарплату, ничего. И пришлось, я предложил такой вариант, то есть, оформляйте доверенность на мою персону, и я просто иду за вас и делаю все действия. Ну, то есть, нотариус вот эту печать, это в паспорте, он проглядел. А может, увидел и решил, что это, ну, типа нормально. То есть, он выписал доверенность, все, и мне пришлось за человеком ходить, определенные действия делать, то есть, получать карточку. А по своему паспорту вот с этой надписью они не могли получить. И вот вы задаете вопросы, да, меня тоже эти вопросы интересуют, но я знаю только вот на второе, на вторую часть ответ. Это вот по поводу вот этой надписи UTC 1-308.4. А по поводу абсолютной печати большим пальцем, я не знаю, видел еще документы ни разу. Я не видел паспорта с отпечатком большого пальца в графе личный код. И тем более, я не видел и не слышал, как такой паспорт воспринимать система. То есть, можно ли по нему получить карточку. можно ли по нему там любые действия совершить. Это все проверяется на практике. А вот эта вся теория, таких я могу накидать, знаете, так и мне и накидывают, у меня по 10 тысяч сообщений в сутки, мне постоянно такие мысли накидывают, не просто мысли, мне еще всякие идеи там, а можно так, и можно и так сделать, а ты слышал, что там кто-то вот так сделал, я говорю, так, народ, пока аж практику, потом поговорим. Применение интересует. Вот эта вся теория уже надоела. Так, когда-то жили в СССР, в Уставе в ООН, что-то тут вопросов я не вижу, так, следующий вопрос. А что ж, так, так, нам надо всем как один подниматься и учить эту систему. А что ж по одному-то? Ну, вольному воля, я вас что, завши буду вытаскивать, что ли? Вы вот досидитесь, вот вы говорите, а сколько этот будет дурдом продолжаться? А он будет только нарастать. Я-то знаю, что грядет. Я не просто так занимаюсь вот этой всей правозащитой, потому что я знаю, что грядет. Я знаю, что может прийти, скажем так, возможное будущее, если все вот так дальше будут сидеть по домам и ничего не делать. Я не сижу, мне потом не будет стыдно, даже если придет то самое ужасное будущее, которое они хотят реализовать. Мне не будет стыдно, потому что я уже сделал все возможное от себя зависящее, чтобы это не случилось и не произошло. но я не собираюсь останавливаться, я дальше буду в 10. Так, не совсем поняла, по выходу из системы РФ пошагово можно. Нету, нету, нету никаких шагов, все индивидуально. Если вы хотите снять персону с регистрации, то вы должны оценить все последствия и все риски, которые индивидуальны для вас в вашей ситуации. Так, номер телефона мой, нет, нельзя. Могу городской дать. Так, код города 3462, телефон 667744. Федеральный не дам. Не хочу. Так, Антон, ты омолвился о действиях на почте, что документ можно монетизировать. Что это за действие? Немного развернуйте. Можешь рассказать? Нет, не могу, пока это секрет. Мы еще эту тему изучаем. Но есть уже очень много, скажем так, скелет набросан, силуэт, образ виден, той сущности, которая получается по поводу вот этих векселей и откуда ноги растут и т.д. и т.п. Мы сейчас набрасываем на этот скелет различные вот эти жилки, прожилки, сосуды, мышцы, кости, кожу и все остальное. То есть эта тема не проработана и говорить о костях я не вижу смысла, когда нужно проработать весь организм данной сущности, данного вопроса. Так, а я уже а я же тогда и пенсию получать не буду, если выйду из системы. Ну да. А вы как хотели? Я вот на пенсию вообще не рассчитываю. Еще в 2006 году перестал на нее надеяться и сказал, что к тому времени, когда я выйду на пенсию, ее скорее всего отменят. Так я говорил в 2006 году. После этого пенсионный возраст сколько там? Два или три раза поднимали. Я даже не слежу, мне без разницы. Я не рассчитываю на пенсию. Так, если снимаемся с учета, то как получать пенсию? тут надо поразмыслить. Наверняка есть выход. И наверняка у кого-то есть выход из этой ситуации. А вам зачем пенсия вообще? Вы хотите... Мне вообще непонятно, почему это... Там такие копейки платишь, что вообще смысла нету там ходить, что-то унижаться за эту пенсию. Куда проще потратить силы, как сказать, можно пахать на систему всю жизнь, а потом получать копейки, входя на почту, да, там, или на карточку получать. А можно потратить жизнь на саморазвитие, не так саморазвитие, что никуда это ходить не надо, и прибыль будет намного больше в несколько раз. Я вот такой выбор сделал. Ну, как бы вовремя перестал работать на систему. Сколько? 14 лет назад. А, подождите, какой 14? Сейчас, какой? 2021? В 2013-м, 7, 8, 8 лет не работаю на систему. Это я 14 лет не алкоголь не употребляю, а на систему 8 лет не работаю. Так, и вообще не работаю, тружусь. Так, если снимаемся с учета, то как получилось? А, читал так, в поиск. В поиске выдает только снятие гражданина с прописки, да никогда не поверю. С регистрацией пишите, потому что прописка это совсем другое. Снять физическое лицо с регистрации. Я, может, это... Там система не персона говорит, но для меня это разнозначные вещи, а для системы, для них только есть гражданин и физическое лицо. Попробуйте слово персона поменять на физическое лицо либо гражданин, тогда наверняка все найдет. Снять физическое лицо с регистрации. Много близких и друзей отстранились от тебя, когда ты начал действовать. Потерял друзей? Да. Во-первых, я потерял всех друзей, когда я перестал употреблять алкоголь. я понял, что у меня, по сути-то, и не было никогда друзей, а были собутыльники. А во-вторых, когда начал действовать, там не то, что друзья, там и знакомые, вообще все потерялись. потому что, когда мне выносили вот эту дверь, там, ну, любой, кто видел картину, как меня, это, как самого опасного рецидивиста, это вот только в это, в колониях особого, строгого режима, только так, это заключенных, скажем так, передвигает. Это когда наручники, ну, как вот так вот, кверху, да, а голова ниже колен находится. И вот ОМОН меня в таком виде выводил из подъезда. А к тому времени там уже, наверное, соседи уже наблюдали, многие. И когда меня в таком состоянии выводили, наверное, многие удивились, о, ничего себе. Так от него, наверное, надо подальше держаться. Да, многие, многие. И даже, это, но зато приблизились те люди, которые, это, готовы дальше идти и которые действуют по совести. Такие нашлись. А еще система этому очень способствует, отстранению людей. Потому что, когда вот два с половиной года назад начались против нас репрессии, отдел Э в количестве 30 человек занялся не только мной, но и всем моим окружением. А это больше 200 человек. Они сходили на все мои работы, со всеми моими друзьями, знакомыми пообщались. Где, с кем как начал, где, что. И, короче, со всеми, со всеми начали общаться. А если в моем окружении появлялась девушка или друзья какие-то, они старались направить свой удар именно на них. То есть, какие-то там административные дела возникали непонятные, какие-то вызовы, объяснения, еще что-то. И вот приходилось не только себя отстаивать, но и все свое окружение. Ну, естественно, многим это не нравилось, и они просто старались подальше от меня держаться. Вот и все. Так, уже на пенсии. Молодец. вам выдают не пенсию, а страховое пособие. Ну, все знают, да. Так, Антон, вместо данной системы какая система должна быть? Система, это юрисдикция? Системы вообще не должно быть. Что такое система? Это что-то выстроенное, какой-то обычай в масштабах планеты. Вот эта система. Настроенная, стабильная, и это, как говорится, это, вон этот, убить дракона, посмотрите фильм, вот там чистая система показана. Выстроенная вертикаль власти, ну, система. Живой организм, он, это не система. Вот живой, живой организм мужчины или женщины невозможно назвать системой, потому что он постоянно меняется. А система, наоборот, стремится к стабильности, чтобы ничего не менялось, чтобы все было так, как вот настроено, и все. так, если снимаетесь с регистрации, попробуйте место убытия указать ближайший к вам МВД, совет от Будемира. Место убытия. Почему? Все платежки и счета, видимо, должны идти туда. А, ну да, есть такая версия, да. когда паспорт откройте, вы увидите, кто там выдал, орган выдавший. У вас там, скорее всего, либо у ФМС, либо у МВД местное написано. То есть, это тот самый учредитель и век долгоприобретатель, так называемый, который не отвечает за вас. То есть, тот самый попечитель, соучредитель данного юридического лица. Ну да. Если что-то случится, первое место, куда вас доставлять, это вот у меня этот так называемый паспорт выдал это ГОМ-3. То есть, у них до сих пор на воротах такими здоровенными буквами железными написано ГОМ-3. А подходишь Данин, а там написано отдел полиции номер 3. То есть, советское название на воротах осталось. Внутри ГОМ-3, внутри территории ГОМ-3, на воротах которой написано ГОМ-3, то есть, советское понятие городской отдел милиции. Внутри городского отдела милиции номер 3, там на воротах написано ГОМ-3, внутри находится здание, на котором висит табличка отдел полиции номер 3 УМВД России, короче, на территории городского отдела милиции находится отдел полиции. Абсурд? Реальность? Так вот, что бы ни случилось, в первую очередь, у них неважно, что ты там скажешь, или неважно, что там случилось, маска или еще что-то, любой конфликт, у них задача доставить товар на место, на базу, на склад. А склад где? Там, где он был создан. В отдел полиции номер 3. Кто выдал документ, туда и доставить. Вернуть товар на базу. У них первая задача. Вот они эту персону туда и доставляют. Когда я начинаю разъяснять, что вы обязаны протокол на месте составить и вообще там найти свидетелей, понятых, и все, примите заявление на месте, им пофиг, у них приказ доставить этого, как сказать, тело обеспечивающей стороны, которое обеспечивает вексель под названием паспорт на место, на товар, чтобы там на месте в присутствии там этих очевидцев составили этот протокол, оформили новый вексель, составили, и так называемый должник создал еще одну бумагу под векселем на основании вот этой другого векселя под названием паспорт. Так, народ, я извиняюсь, но я серьезно говорю, я рассчитывал на живое общение. Я смотрю, живого общения нету, эти вопросы, я читать серьезно не хочу и подустал уже два с половиной часа разговаривать. Да все уже устали. Давайте, друзья, тогда на сегодня закончим. Готовьте все свои вопросы к следующему вторнику. и, конечно, чтобы вы голосом, живьем задавали. Договорились, друзья? Давайте десяточки в чат, насколько было сегодня интересно, полезно. Сегодня будем заканчивать. Да, кто-то писал вопрос по поводу записи, запись обязательно будет, друзья. Завтра с утра сделаю запись. Почему-то у меня не сонастроилась с Ютубом сегодня конференция. Надо протестировать завтра еще раз. Но на Ютубе я записал в любом случае и на Зуме тоже записись. Да, друзья, благодарю. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. Спасибо Антону. Ну что, до вторника. Благодарствую. До встречи. Всего доброго. удачи. Ну и с праздником всех мужчин сегодня. Все. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok